Добрый вечер. Спасибо Анатолию за представление, спасибо организаторам за возможность выступить. Сегодня хочу поговорить с вами про месседж-бейс-подход в распределенных системах. Для начала хочу познакомиться. Меня зовут Даниил Доронкин. Я работаю на позиции Senior Software Engineer в компании Templify, где мы разрабатываем продукты в сфере контент-менеджмента, делаем некоторые коллаборейшн-тулс. Соответственно, на экране вы можете видеть мой LinkedIn, Telegram юзерный, а также актуальный email. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы по сегодняшнему материалу, про компанию в целом, вы хотите просто познакомиться, буду очень рад. Пишите, добавляйтесь, будем с вами общаться. И буквально пару слов о компании, где я работаю. Это компания Templify. Как я уже сказал, занимается разработкой собственных продуктов в сфере контент-менеджмента. Мы используем .NET 5 как последний фреймворк для разработки бэкэнда. Используем React на фронте. Также мы 100% хостимся в Azure и используем Azure Kubernetes Service, Azure Service Bus, MS SQL, Azure Functions и другие сервисы. Работаем мы в распределенных командах. У нас три основных локации. Это Кобенгаген, Берлин и Эйнховен. Соответственно, команда у нас распределенная. Очень много коллаборейшн. Коммуницируем в Zoom, в Slack, ездим друг к другу в гости. Если вам интересно почитать больше про то, чем занимается компания, есть ссылка. Ссылка также есть на блог. И также LinkedIn ссылочка. Ну и что немаловажно, мы нанимаем, нанимаем активно. Мы всегда рады заинтересованным, талантливым инженерам. Поэтому, если вы хотите попробовать свои силы, переходите по ссылке, подавайте заявку. Хотите, можете написать мне, даже будет лучше. Я вам расскажу про компанию, про то, как проходит процесс найма. И посодействую тому, чтобы ваша заявка была в листе приоритизирована. Итак, теперь можем перейти непосредственно к материалу. Мы с вами как инженеры значительную часть времени работаем с программным кодом. Мы пишем код, делаем ревью, делаем рефакторинг. Но при этом сам код не является той конечной ценностью, которую мы доносим до пользователя. А вот этой основной ценностью является сам продукт и бизнес фичерс, которые мы релизим. Поэтому имеет смысл концентрировать максимум усилий на том, чтобы развивать продукт, улучшать существующие фичерсы, добавлять новые. Поэтому то, как мы управляем продуктом, то, как мы делаем дизайн архитектурный, является несомненно важным элементом. И в качестве примера сегодня я предлагаю вам сделать дизайн некой системы для того, чтобы проводить митапы. Не так давно, несколько месяцев назад, у нас был другой SPB.net митап, где мы делали в инсторминг-сессию. Мы рассуждали про то, как мы можем автоматизировать процессы. Было очень круто. Мне кажется, будет логично перенести часть знаний, пусть в высеченном виде, в сегодняшний материал. Итак, у нас есть некоторая доменная область, митап. Мы хотим автоматизировать некоторые процессы. Я, будучи не сильным доменным экспертом, начал бы с простого шага и внедрил архитектуру типа монолит. В целом, архитектура критикуется, заслужена, но у нее есть ряд, на мой взгляд, неоспоримых преимуществ. Во-первых, разработка в начальном этапе, она достаточно дешевая. Мы пишем код, который делает бизнес-фичерс, и мы не пишем код, который занимается каким-то сетевым взаимодействием, инфраструктурными вещами. Мы экономим значительную часть времени. Во-вторых, у нас достаточно небольшое количество зависимости, они все в одном месте. Мы можем переиспользовать существующий код, организовать сервисный лейер, слой, если угодно. В целом, нам не нужно сильно заморачиваться с какими-то третьисторонними компонентами и так далее. Мы можем довольно-таки просто писать end-to-end тесты, покрывающие полное flow, потому как все компоненты системы у нас инкапсулированы в одном месте. Мы можем без проблем их брать и, собственно, писать на них тесты. Нам не нужно интегрироваться с какими-то сторонними сервисами. Ну и, наконец, диплоймент. Такого продукта достаточно простой. Вы можете хоть руками сбилдить и положить куда нужно, даже если мы сделаем какой-то CICD pipeline. Это будет достаточно простое решение сбилдить один проект, запустить тесты, собрать артефакт и положить на production сервер. Тем не менее, с ростом проекта, с ростом кодовой базы все эти преимущества потихонечку улетучиваются. Разработка становится не такой уж простой. Все больше людей вовлекается в разработку, все больше тех или иных паттернов можно встретить. Тут и там проскакивают copy-paste и в целом уже не так просто разрабатывать бизнес-фичерс. Зависимости становится много. Если у вас есть какая-то версионность, иногда нужно управлять версиями, каким-то образом консолидировать пакеты. В целом компоненты начинают срастаться из-за того, что очень сложно следовать какому-то единому архитектурному стилю. Несмотря на то, что мы все еще можем писать N2N-тесты для всего Flow, за счет того, что фичерс очень много, запуск этих тестов может занимать значительный час времени. Это могут быть десятки минут, могут быть час или больше. Поэтому наверняка в каких-то ситуациях мы предпочтем скипнуть выполнение тестов вместо того, чтобы ждать полный pipeline. Потому что очень много времени тратить на релиз, не каждый захочет. Ну и, естественно, дипломент уже не такой простой. Я бы сказал, что он стрессовый, потому как мы не можем зарелизить отдельную фичу. Мы релизим весь продукт целиком. Когда у вас много кода, когда у вас потенциально много изменений в разных частях, вы никогда не знаете, что может сломаться. Поэтому каждый такой релиз, он становится таким небольшим стрессом. Ну и будем честны, мы как разработчики с вами не очень любим работать с такими продуктами, которые называются Legacy. Можно также сказать термин Big Ball Moods или большой комок грязи. Хотя за это в целом, как говорят, неплохо платить. Какие могут быть у нас альтернативы? Ну давайте применим те знания, которые мы получили на Event Storming сессии. Мы можем выделить некоторые агрегаты из нашей системы, вокруг которых строить определенные процессы. Допустим, для проведения митапа нам нужен спикер, который хочет презентовать материал. Нам нужен тренер, который поможет ему подготовить материал и наладить подачу материала. Нам нужен продюсер, который организует площадку, найдет спонсоров, как-то между собой свяжет стороны. Нам нужен хост или ведущий, который проведет само мероприятие. Ну и, конечно, мы с вами — это аудитория, для которой мероприятие и проводится. И также могут быть различные ивенты, которые влияют на состояние системы, такие как подача заявки спикером в Speaker Applied или нахождение спонсора, Sponsor Confirmed и так далее. Вокруг этих агрегатов мы можем, соответственно, организовать некоторые субдомены, такие маленькие поддомены области. К примеру, вокруг подготовки спикера в Speaker Training, поиск спонсора или Sponsor Search, проведение митапа в Metaplading и, наконец, сбор обратной связи, Feedback Collecting, чтобы сделать наши митапы и сделать материал спикера и подачу лучше в следующий раз. Соответственно, также можем увидеть некоторые зависимости между этими субдоменами. Когда спикер подает заявку, нам нужно начинать искать спонсора. Когда спикер подготовлен, а также найден спонсор, мы с вами можем проводить митап. И, наконец, после проведения митапа имеет смысл собрать обратную связь. Таким образом, от большой монолитной архитектуры мы перешли к некоторым ограниченным сервисам, если угодно микросервисам или self-content systems, которые инкапсулируют в себе какую-то отдельно взятую бизнес-логику конкретного субдомена. Такие преимущества мы получаем в данном случае. Очевидно, что если у вас автономная команда или какой-то набор людей работает в ограниченном домене, вам нужно писать меньше кода. Потому как для того, чтобы улучшать сервис проведения митапов, мне не нужно узнать ничего о том, как коллекционировать Feedback, как искать спонсора. Я могу констатировать свои знания, как доменную эксперта могу констатировать свою серию на конкретной ограниченной области. Мы можем независимо масштабировать сервисы. То есть, например, в день проведения митапа мы можем добавить несколько инстанс-приложения для того, чтобы обеспечить плавную работу и другие преимущества автоматизированной работы этого сервиса. Тесты мы с вами можем писать так же, как и в предыдущем случае, но в данном случае их количество будет меньше, опять же, потому что мы ограничены определенной доменной областью. А значит, мы можем достаточно безболезненно внедрять их в наш CICD-пайплайн. Ну и, собственно, сам CICD-пайплайн становится не таким драморским. Мы не тратим много времени на интеграцию. И, соответственно, мы можем релизить конкретные фичерсы. То есть для того, чтобы зарелизить изменения в поиске спонсора, мне не нужно ничего менять в поиске фидбэка. И это в целом менее стрессово, это более безопасно. Поэтому почему бы нет? Кстати, касательно тестов, стоит также упомянуть в правительстве ради, что для того, чтобы увидеть, как работает интеграция между системами, вам придется внедрить отдельный смок-тест. То есть это один из costs, один из, как сказать, trade-offs данного подхода. Ну и еще одно преимущество, оно довольно субъективное, но это независимый технологический стэк. То есть мы в компании все равно следуем определенному подходу, определенному стэку. Мы работаем в рамках .NET и React, но, допустим, у вас появляется команда, которая очень здорово пишет в Node.js стэке, почему бы не отдать им один сервис на Node.js, если особенно он будет делать какую-то специфичную работу, которую Node.js делает лучше. Или, возможно, вам нужно что-то стримить, вы можете использовать определенные механизмы. Или вам нужно избавиться от реализационной базы данных, используя документы ориентированные. Вы можете использовать MongoDB. И все эти зависимости будут инкапсулированы на уровне конкретного сервиса. И, соответственно, огромного количества зависимостей, как любят говорить, зоопарка, мы наблюдать не будем. Но, безусловно, мы получаем ряд вопросов, ряд челленджей, которые нам нужно решить. Во-первых, это инфраструктурный вопрос. Для того, чтобы все эти сервисы выгружать, для того, чтобы настраивать пайплайны, мне нужны какие-то инструменты. Ведь я не могу руками все это делать. Это просто невозможно. Мы будем тратить уйму времени, и это не будет эффективно. К счастью, у нас есть такие инструменты, как Docker, у нас есть Kubernetes, у нас есть Cloud-системы, в нашем случае это Azure, где мы можем настраивать эти процессы и каким-то образом делегировать часть работы на известные нам инструменты для автоматизации. Во-вторых, это необходимо наличие некого boilerplate. Чтобы создать новый сервис, я не хочу много тратить времени на какие-то обычные вещи, такие как создание проекта, создание Docker-образа, в общем, какие-то стандартные сетап вещи. Это решается, в общем-то, внедрением каких-то кастомных проект-темплейт или существующих, или вы можете использовать какой-то фреймворк, например, DAPR, который позволит каким-то образом всю эту экосистему связывать. Третий очень важный момент, что нам придется поменять немного мышление, немного подход к обеспечению Data Consistency. Когда мы работаем с единым сервисом, мы работаем с единым хранилищем данных. Таким образом, транзакции, а именно ACET транзакции, это то, что мы получаем из коробки. В случае с четырьмя или более сервисами, мы, скорее всего, будем работать с отдельными хранилищами, чтобы убрать вот эту большую coupling point. И в этом случае мы уже не можем использовать транзакции, потому как и базы данных могут быть разные. Опять же, это может быть в одном случае SQL, в другом случае MongoDB, в третьем случае вообще может быть базой данных, но какое-то действие нужно прокинуть. Нам нужно обеспечить некую консистенцию. В этом случае мы переходим к другой парадигме, которая называется Base, и строится она вокруг Eventual Consistency подходов. Это отдельный вопрос, очень интересный. Но сегодня мы с вами будем говорить больше про коммуникации между сервисами. То есть, каким образом нам обеспечить взаимодействие между ними таким образом, чтобы это было эффективно, это было безопасно и всех устраивало. Теперь, для того, чтобы мне спикер-тренинг-сервис смог коммуницировать со спонсор-серчем мидинг-литап, нужно знать их адреса. Мне нужно знать некую конфигурацию и каким-то образом ее хранить. Кроме того, если я пытаюсь сделать какой-то запрос к двум сервисам и хочу сделать его, допустим, в каком-то атомарном стиле, что если происходит какой-то фейл? Мне нужен какой-то ретра-механизм или каким-то образом обрабатывать эти ситуации. Это то, что нам придется изобрести в случае традиционного подхода к месседжингу. Кроме того, мы имеем дело с сетевым взаимодействием теперь и имеем дело с лейтенцией. Если, например, у нас происходит некий каскадный вызов одного сервиса другого, тот вызывает третий, четвертый, мы должны ждать и это занимает время. И, кроме того, не забываем, что где-то посередине мы можем упасть. Опять же, нам нужно что-то делать с этим. Либо каким-то образом делать ретра, либо каким-то образом отвечать клиенту, что извините, попробуйте позже. Это вопрос. Соответственно, таких взаимодействий между сервисами может быть много, а если сервисов у нас оказывается еще больше, этих взаимодействий становится намного больше. Естественно, хранить конфигурацию взаимодействия с сервисом очень сложно. Сложно это поддерживать. Поэтому выглядит логичным добавить некий объект, некий агент посередине, который взял бы на себя часть обязанностей для того, чтобы обеспечить взаимодействие. И таким объектом может быть как раз Message Broker, который обеспечивает месседжинг и взаимодействие между компонентами системы. Перед тем, как перейти к Message Broker, стоит упомянуть, что есть альтернативный подход, который называется Message Bus. В этом случае у вас отсутствует физический объект Broker, то есть нет этого отдельного сервиса, но все участники взаимодействия реализуют некие контракты, в соответствии с которыми они могут обменяться друг другом сообщения. В общем, оба подхода имеют преимущества и недостатки, и вы можете оценить, какой вам больше подходит в зависимости от того, что вам важно. Reliability или надежность данных, скорость взаимодействия, удобство имплементации и так далее. Но теперь, соответственно, поговорим чуть больше про Message Broker. И так как мы сегодня будем говорить очень много про один из самых популярных инструментов, это RabbitMQ, нельзя не упомянуть про протокол AMQP, или Asynchronous Messaging Cueing Protocol, который как раз стоит позади брокера. Это открытый бинарный протокол, то есть любой вендор, любая компания может его реализовать, а бинарный это значит, что обмен данных происходит на бинарном уровне в binary формате. Соответственно, есть версия 0.9.1, и пусть вас не пугает нолик в начале, это стабильная версия данного протокола, к примеру, RabbitMQ по умолчанию как раз работает поверх этой версии. Данная версия предоставляет нам ряд примитивов, такие как Exchange, Binding, MQ, про который мы поговорим чуть-чуть позже. Соответственно, есть версия 1.0, которая отличается очень сильно, я бы сказал абсолютно, отличается от версии 0.9.1, это немного странно, что они объединены одним именем, MQP, но ключевое отличие в том, что версия 1.0 не подразумевает вообще наличие отдельного брокера, то есть это отдается на откуп реализациям, и вот по ссылочке можно перейти, почитать более подробно про различия. Ну, к примеру, 0.9.1, это RabbitMQ по умолчанию, а 1.0, это Azure Service Bus, с которым мы как раз работаем в продакшн. Перед вами диаграмма достаточно простая, месседж-брокера, которая состоит в следующей части. То, что мы видим слева, Producer, это приложение, которое хочет отправить сообщение, или которое хочет организовать коммуникацию с другим сервисом. То есть оно создает некоторое сообщение о своей стороне и отправляет его в брокер. Часть справа это Consumer, то есть это тот сервис, который потребляет данное сообщение. То есть если мы говорим про взаимодействие, да, это сервис, который хочет вызвать слева, сервис, который должен быть вызван справа. Внутри брокера мы видим объект Exchange, а также Queue. Соответственно, Queue это некий Storage, который хранит сообщение до тех пор, пока конзюмер или потребитель, конечный сервис, не вытащит его оттуда и, соответственно, не обработает успешно. И каждому конзюмеру соответствует своя скил. То есть таких скил может быть достаточно много. Здесь, например, указано две. Также одну скил может служить несколько конзюмерс. Есть такой паттерн, про который мы тоже сегодня поговорим, который позволяет распределять нагрузку. Зачем нужен Exchange? Почему бы напрямую нам не послать сообщение в очередь? Exchange инкапсулирует себе некоторую логику по применению binding groups. То есть, когда мы шлем сообщение, мы говорим, что мы хотим, чтобы это сообщение получил такой конзюмер или два конзюмера или, может быть, три. И мы определяем некоторый binding groups на основании routing key. И как раз Exchange инкапсулирует логику routingа. Кроме того, Exchange именно на этом этапе мы сохраняем сообщение. То есть, брокер сохраняет сообщение в том числе на диске, они персистентные. И, можно сказать, что в queue мы отправляем просто ссылки. То есть, мы, естественно, не кладем копии каждого сообщения в отдельный queue. То есть, Exchange берет на себя роль такого обменника, routing, в принципе, из его названия это так понятно. Таким образом, мы можем применить полученные знания в нашей системе. Ну, к примеру, у нас есть список ивентов, которые мы хотим обработать, которые мы хотим опубликовать. И нам нужно эти ивенты направить по нужному адресу. К примеру, если спикер прислал заявку на митап, нам нужно направить его к тренеру, то есть, вот эта связь, для того, чтобы подготовиться. А если спонсор нас подтвержден, мы должны повестить об этом хост, чтобы он готовился к проведению митапа. Если мы говорим про месседж-брокер, есть паттерн, который называется routing. То есть, в данном случае мы используем routing key, в случае с зеленым сообщением это speaker applied, в случае с оранжевым это sponsor confirmed. Конечно, все это в упрощенном виде, то есть, если мы говорим про код, это выглядит несколько иначе, и key по-другому выглядит, и другие метаданные есть, но в целом этого достаточно понимать, что по вот этому маппингу мы отправляем сообщение в эту queue, и ее обрабатывает тренер-консюмер по маппингу sponsored confirmed, мы отправляем его в хост-консюмер и в эту queue. И давайте посмотрим небольшое демо, как это работает. У нас на примере RabbitMQ. У нас есть проект routing, где у нас есть два сервиса. Первый называется publisher, это сервис, который создает сообщение и публикует его, и второй проект, который называется consumer. Что мы делаем внутри? внутри мы объявляем некоторый exchange с именем routing, мы создаем connection, создаем, соответственно, объявляем exchange, и говорим, что этот exchange будет типа direct. И в данном случае как раз direct, вот этот тип, он и говорит о том, что мы применяем routing key, который доставляет конкретному консюмерс, с конкретно совпадающим один к одному routing key. есть также общий fanout, типа fanout, header, topic, мы с вами рассмотрим еще fanout и topic, поэтому пока про них говорить подробно не будем. Ну и, соответственно, после этого объявления мы создаем message body, мы его публикуем и, соответственно, пишем соответствующий лог в наше приложение. Но это уже не относится к message group. На стороне данилки, да, да, извини, что прибиваю, сделай еще побольше, пожалуйста, шрифтик. Да, да, давайте еще побольше. Спасибо. И не забывай там, когда переключаешься. Хорошо. Вот, сейчас сделаю еще покрупнее. Соответственно, здесь у нас объявляется exchange таким же именем, точно так же создается connection, создается объявление очереди. Да, здесь мы просто автоматически создаем временный queue, который объявляется, получаем ее имя, это просто для упрощения. Ну и дальше биндим эту queue с нашим exchange по имени. То есть мы говорим, что сообщение из вот этой вот exchange будут направляться вот этому вот queue с таким именем. Ну и пишем логику received. Здесь мы делаем достаточно простое действие. Получаем message, пишем его в консоль, просто чтобы видеть, что оно здесь есть. Вот эту строчку мы тоже обсудим чуть позже, но пока что нам нужно понимать, что дальше мы говорим, что все сообщения, которые мы получаем из queue автоматически отмечаются как acknowledged, то есть успешно обработаны. То есть они после того, как мы его получим, из инфраструктуры брокера с диска будут ударены. И теперь давайте мы запустим пример. У нас есть специально подготовленный YAML template, чтобы запустить Python конфигурацию, где мы с вами определим двух конзюмеров. первый конзюмер Алексей будет работать со спикерами, второй конзюмер Игорь будет работать со спонсорами. Соответственно, спикер и спонсор это те routing key, которые мы хотим сопоставлять. И также у нас есть 10 сообщений, где мы в первые указываем routing key, а вторым параметром мы указываем имя. И давайте мы запустим нашу конфигурацию. у нас в райдере замечательный окно services, Python, routing. Сейчас мы с вами должны увидеть два консоли applications, которые будут поочередно обрабатывать сообщения. Слева у нас Алексей, справа Игорь. И как мы видим, Алексей работает со спикерами, в то время как Игорь работает со спонсорами. И спикер никогда не попадет к Игорю, и наоборот, спонсор никогда не попадет к Алексею, потому что маппинг у нас четкий, один к одному. Довольно интересно, что сегодня январь достаточно небыстрый, и все отрабатывает не так быстро. Но возможно это Zoom и другие сервисы, поэтому можем чуть-чуть подождать. Да, кажется, что все спикеры у нас обработаны, и все спонсоры тоже достаточно известные, интересные, тоже прошли обработку, поэтому можем с вами вернуться к обсуждению наших паттернов. Да, отлично. Следующий кейс это когда мы хотим в несколько каналов связи слать одни и те же сообщения. То есть, допустим, сегодня было объявление о том, что состоится метал. Мы хотим написать об этом в Telegram-канал, мы хотим написать об этом в Inbox, мы хотим написать какие-то приватные имейлы, что-то еще. То есть, нам нужно просто взять одно и то же сообщение и распространить в разных местах. И мы тоже можем это сделать. С точки зрения месседжинга, такой паттерн называется Publish Subscribe. В данном случае продюсер кладет одно сообщение в брокер, где Exchange распределяет его во все связанные с ним кью. И в данном случае все получат копию одного и того же сообщения. То есть, мы кладем сообщение Inbox Consumer, и чайный консюмер получит один и тот же. И прошу заметить, что каждому из консюмеров все равно соответствует своя уникальная кью, несмотря на то, что сообщение не получит одни и те же. И да, давайте снова перейдем к демо. У нас есть проект PubSub, пронумерованное несколько по-другому. Но давайте посмотрим. Да, здесь логика практически идентичная за исключением того, что мы используем тип очереди Fanout. Fanout как раз говорит о том, что мы должны распространять его во все связанные с Exchange вот этого имени кьюз. Ну и на стороне консюмерс у нас будет очень похожая логика, то же самое имя Exchange. И, соответственно, тот же самый тип Fanout. И обработка тоже примитивная. Мы просто берем Message, выводим его в консоль и автоматически помещаем как успешно обработанное или Acknowledged. Повторю термин еще раз. Давайте посмотрим, что у нас есть для демо. Также подготовлен отдельный YAML файл с конфигурацией. Мы объявим два канала обратной связи. Это SPB. интернет-чанел в Телеграме и какой-то ATTEND Inbox. И также будем слать несколько сообщений, просто чтобы держать нас с вами, аудиторию в актуальном состоянии, с актуальной информацией. Также давайте запустим конфигурацию через Python, чтобы сократить время, и посмотрим, что у нас получилось. Сделаем консольских чуть побольше. Дождемся, когда у нас отлично все слушается. То есть видите, что сообщения приходят у нас одни и те же. Примерно в одно время. В реальной жизни, конечно, не могут приходить в разное время, в зависимости от того, какие нагрузки, production и так далее. Но здесь простой пример, поэтому они примерно в одно время приходят. Итак, мы уже отправляемся в бар, и да, мы уже, в принципе, можем идти домой. Да, отлично. Sign Next. Это было последнее сообщение, поэтому можем закрыть наш демо. В принципе, все, как мы и ожидали. Два consumers получают одни и те же сообщения. Давайте вернемся к демо и посмотрим, что у нас есть еще. Более интересный кейс, и тем, кто посещает конференцию DotNext, он должен быть знаком. Наши доклады могут быть дифференцированы по разным параметрам. К примеру, это язык, русскоязычный спикер или англоязычный. Это предметный область, который будет вести диалог. Спикер, это domain-driven design, internals, может быть blazer, может быть devox. И также уровень вовлеченности доклада, то есть это может быть смузи-доклад, может быть для практикующих инженеров, может быть hard core. Отличные метки для того, чтобы людям ориентироваться, куда они хотят лучше пойти, что они хотят послушать. с точки зрения месседжинга, такой паттерн называется topics, и в данном случае мы используем все тот же самый routing key, но он у нас является уже составным и более сложным. То есть в данном случае мы видим у нас key состоит из трех параметров, это язык, это предметная область и это сложность доклада. Соответственно, консюмерс могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы обрабатывать какой-то из этих параметров. То есть все месседжи, которые будут помечены как hard core, абсолютно все, вне зависимости от языка и предметной области, будут отходить к консюмеру номер один. Все русскоязычные спикеры пойдут к консюмеру номер два и, наконец, cdwops доклады будут обработаны спикером номер три. Давайте уже привычно посмотрим, как у нас это работает на примере. Так, начнем с паблишером. Закроем лишнее. То есть, опять же, примерно тот же самый код, но тип exchange у нас здесь топик. Как раз топик говорит о том, что мы должны применять некий вот condition mapping к routing key и консюмеру. И практически аналогичная логика у нас на стороне консюмерс. Мы также используем тип топик. Логика обработки у нас точно такая же. Кстати, будет ссылочка на гитхаб в конце. Если вдруг она будет приватной, я сделаю публичной. Может быть, все эти примеры посмотреть, более подробно разобрать, если кому-то будет интересно. Но в целом они все взяты практически один к одному из документации RabbitMQ. Да, то есть такая же логика. Топик все автоматически помечаются как успешно отмеченные. И давайте посмотрим на наш темплейт. Темплейт называется Topics. Здесь у нас определены спикеры, то есть Анатолий будут работать со всеми спикерами русскоязычными, в то время как Игорь будет обрабатывать все заявки, связанные с перформанс. Ну и, соответственно, сообщения у нас сопровождаются более сложным рутинг-ки, где мы указываем язык, тему, и в данном случае мы вместо уровня сложности мы указываем пол. Это я просто-напросто решил применить старый подход, но это не принципиально, здесь может быть любой другой параметр. Это может быть пол спикера, это может быть уровень доклада, это может быть предпочтительное время выступления, это может быть страна, гражданство, все, что захотите. Ну и здесь, соответственно, звездочки означает, что да, не принципиально, какое значение будет у нас указано на определенном месте. Давайте с вами запустим конфигурацию и посмотрим, как у нас все работает. Сделаем здесь покрупнее и здесь тоже покрупнее. Ох, очень крупно, но ничего. Да, то есть Анатолий слушает спикеров и Игорь. Видите, да, перформанс идет к Игорю. Да, русскоязычные спикеры идут к Анатолию. Итак, мы подождем, пока все заявки будут обработаны. Отлично, пока что все сходится. Да, здесь уже у спикеров параметры отличаются, но все равно они идут сюда по второму ключу и аналогично слева. Единственное, что нужно посмотреть, сколько у нас всего заявок. У нас их всего 10. Давайте убедимся, что все 10 раз, 24, 5. Отлично, раз, два, три, четыре, шесть. Да, выглядит так, как мы обработали всех спикеров. А, нет, конечно, один спикер у нас попал в оба направления, потому как у нас есть русскоязычный спикер, который говорит про перформанс, это Елизавета. Она подходит под оба параметра, естественно, она оказалась и там, и там. Давайте убедимся в этом, то есть вот этот спикер здесь, ру, и вот этот спикер здесь, потому что перформанс, это тоже ожидаемое поведение. Отлично, поговорили про тупик вкратце, и следующий паттерн, который мы с вами сможем обсудить на основании премьер. Допустим, у нас очень много людей после какого-то митапа, конференции захотели стать спикерами, что очень круто, и все побежали отправлять заявки. Естественно, тренеру, в данном случае хост, но это должен быть тренер. Тренеру очень сложно обработать все. И как мы можем решить данную проблему? Наверное, добавить второго тренера. В данном случае мы сможем оптимально распределить нагрузку между ними, чтобы два спикера пошли к одному, два спикера пошли к другому. Здесь, кстати, тоже можно применить кондишн на основании языка и так далее. Но здесь мы просто хотим с вами сделать некий load balancing, распределить нагрузку. С точки зрения месседжинга такой паттерн называется competing consumers, много продюсерс кладут сообщений, их становится больше, больше и больше. И для того, чтобы разгрузить кью, чтобы она не была у нас переполнена, чтобы сообщения оттуда не умерли по времени жизни, и чтобы не получилась ситуация, когда очередь переполнена и новые сообщения не могут прийти, мы с вами нагружаем все больше и больше кондишнеров. Кстати, это может быть отличная стратегия для load balancing, когда у вас ситуация не загруженная, может быть, один кондишнер, когда у вас нарастет нагрузка, вы можете делать два, три и так далее. Давайте с вами посмотрим на демо. И это демо под номером 1 неожиданно. Сначала посмотрим паблишер. Так, где у нас паблишер? Отлично. Нет, это не так. Да, вот этот паблишер, уберем лишнее окошечко. Здесь, кстати, чуть больше информации, сейчас мы про нее тоже поговорим. Мы точно так же объявляем кью, но здесь еще указаны параметры, которые хочу с вами обсудить. Во-первых, это durability или durable. Говорит о том, что кью после того, как брокер будет рестартован, эта кью будет восстановлена, она не будет потеряна. Это очень важно как раз для обеспечения reliability и персистентности сообщений. Также есть параметр, который называется exclusive, то есть это когда у нас это может быть доступно конкретным consumers. Возможно, в некоторых кейсах она применяется актуально. Мне пока по опыту не приходилось с этим работать. Третий параметр это авто и это говорит о том, что как только все сообщения из кью будут разобраны, она будет автоматически удалена. Когда connection будет разорван, когда конзюмер, например, выключен, процесс упал или процесс остановлен, очередь также будет удалена. То есть какие-то временные очереди как раз работают по такому принципу. Создали, положили сообщение, разобрали, конзюмер умер, очередь умерла, чтобы не забивать соответственно список очередей. Ну и какие-то аргументы тоже можно передать. Это time to lift, время, сколько сообщений будет жить, сколько очередей будет жить, сообщение в очереди. Это лимит очереди, чтобы ограничить ее размер. И соответственно некоторые настройки для плагинов. Revit Inhumi имеет плагин на инфраструктуру и соответственно через эти сеттинги можно каким-то образом этим управлять. Также очень важный момент, что когда мы объявляем сообщение, мы должны пометить его как persistent. Потому что если мы объявим только Q, Durable True, а сообщение будет не persistent, после того, как брокер рестартнет, очередь восстановится, но сообщений на диске не будет. То есть они не кладутся на диск и физически не хранятся. То есть они не переживут рестарт брокера. Это тоже важный момент. На стороне Worker соответственно у нас аналогичное объявление, аналогичные параметры описаны. Очень важный момент это Prefetch Count. Как раз в случае с Competing Consumers нам нужно это принять во внимание. Prefetch Count говорит о том, сколько сообщений одновременно могут быть отосланы брокеру. То есть если мы отослали сообщение брокеру, извините, дайте-ка я выключу Telegram, чтобы не смущать никого. Если мы отослали сообщение брокеру и у него уже есть одно, то следующее сообщение отослали сообщение конзюмеру, потребителю, и он уже обрабатывает сообщение, естественно, это сообщение уйдет другому, если он доступен. Это нужно как раз для того, чтобы обеспечить нагрузку, потому как если мы не укажем Prefetch Count 1, например, укажем 10 и положим в очередь 10 сообщений, все 10 идут первому конзюмеру. И несмотря на то, что у нас есть 2, 3, 4, которые просто простаивают, все сообщения будут обработаны первым, как раз из-за этого параметра. Но мы сейчас задаем это посмотрим. Давайте посмотрим на template. Здесь достаточно все просто. у нас есть 2 тренера, Анатолий и Алексей, которые работают со спикерами. Здесь в качестве точки указано скажем так, long running process спикер. На то, чтобы поработать со спикером, нам потребуется больше времени, чем с остальными. Это можно посчитать, что час. Допустим, одна точка это один час. Вот, соответственно, давайте мы запустим пример и посмотрим, как это работает. Ага, здорово. сделаем побольше. Да, тренеры слушают спикер. Соответственно, да, видите, первому спикеру Алексею пришла Иванова Анна, которая занимает очень много времени и работа идет. То есть, вы видите, здесь нет еще метки handling. И пока Алексей работает с одним спикером, Анатолий уже успешно обработал 3, возможно, и 4, а может быть, еще и больше заявок. И мы не должны ждать, пока Алексей освободится. Мы нагружаем первого свободного тренера. То есть, это как раз и есть некое распределение нагрузки. Давайте посмотрим, сколько у нас заявок уже обработано. Здесь 6, здесь 2. Да, кстати, Алексей освободился, и он теперь работает с другими спикерами тоже. То есть, несмотря на то, что количество заявок обработано, оно разное, время потрачено на работу со спикерами примерно одно и то же. Вот это как раз и было нашей целью. Была нашей целью, точнее. Что ж, давайте перейдем к дальнейшему обсуждению. Что мы получили благодаря мессенджингу? Ну, во-первых, мы получили декаплинг, то есть, мы разбили нашу большую систему на несколько сервисов и настроили между ними взаимодействие. Это в целом была такая некоторая изначальная цель. Мы хотим независимо релизить вещей, мы хотим независимо нагружать сервисы, мы хотим изолировать бизнес-лодик на уровне какого-то субдомена. Мы добились этого с помощью декаплинга и использовали мессенджинг как инструмент для взаимодействия. Какие еще преимущества или особенности мы можем получить при работе с мессенджингом? Во-первых, нам нужно ответить на вопрос, каким образом мы хотим коммуницировать, синхронным или синхронным. Потому как, я думаю, многие работают по похожему принципу, как в принципе мы в компании, я долгое время работал. Раньше у нас очень много HTTP взаимодействий, HTTP calls. То есть, если мы хотим с клиента получить какие-то данные, мы идем на Web API. Иной раз, если нам нужно делать какой-то публичный API, мы тоже делаем вызов back-to-back с помощью HTTP. За счет этого мы получаем данные. Мы работаем по принципу request-response, request-response, отправляем данные, ждем ответ, получаем и продолжаем работать. А в случае с месседжингом его природа сама по себе синхронная. То есть, предполагается, что мы, давайте я передам на схему с брокером просто для удобства, предполагается, что мы здесь продюсер положил сообщение в брокер и на этом все. Его работа закончена. Если продюсер знает, что месседж внутри инфраструктуры брокера, дальше на этом его задача уже закончена. Задача брокера сохранить сообщение до тех пор, пока его не обработает консюмер. Соответственно, как только консюмер взял это сообщение, обработал, сказал, все хорошо, ты можешь его удалить, оно удалено. Соответственно, здесь мы не ждем результата выполнения. Это некая природа, природа месседжинга. Если угодно, асинхронная природа. Давайте мы вернемся в presentation режим. Отлично. Ну и, соответственно, есть паттерны для микросервисов, для межсервисного взаимодействия, которые базируются на синхронных вариантах. Но единственное, что нам нужно экспериментировать некоторые сервисы или некоторый слой, который будет какие-то вызывать, делать каскадные вызовы, которые будут агрегировать данные. В принципе, имеет место быть, и это звучит очень логично, особенно для человека, который привык работать по такой системе. Но, опять же, нам нужно решать проблемы с какими-то cascad failures, когда что-то упало, что-то нет. Какие-то retry механизмы, какие-то circuit breakers применять, чтобы не дергать один и тот же сервис много раз. И, кроме того, мы декомпозировали нашу систему на несколько отдельных компонентов, но сейчас мы как бы обратно вводим другую точку интеграции, другую coupling point, на которой очень многое завязано. Соответственно, этот сервис менеджер, он, по сути, является неким божественным сервисом, который отвечает за все. Если вдруг он упадет, естественно, упадет практически вся система. Это то, чего мы пытаемся избежать с внедрением микросервисных подходов, self-content systems, когда каждый сервис может работать изолированно. Поэтому, конечно, да, месседж-брокер посередине, который по своей природе асинхронный, это предпочтительный вариант. Безусловно, есть ряд вопросов, которые нужно решать. То есть, это другой подход к транзакционности, другой подход к eventual consistency данных, другой подход даже к менеджменту. И вот мы на работе сейчас в том числе используем оба подхода и HTTP взаимодействия между клиентом и серверсом, и также messaging-based. И у нас очень много времени занимает обсуждение дизайна, какие-то, в общем-то, варианты, каким образом убеждаться, что данный уже консистентный и так далее. То есть, это действительно интересная, но емкая и непростая тема. Тем не менее, да, есть паттерн RPC, который описан в том числе документации Revit MQ на сайте, который позволяет работать в такой манере. Мы делаем request, получаем response. Если есть такая необходимость, почему нет? В принципе, я не допускаю, что переход к месседжингу может быть еще более плавно. Кому-то захочется использовать request response подход. Есть также подход, называется scatter-getter, когда вы можете сагрегировать ответ от нескольких сервисов в виде какой-то одной сущности и вернуть его. Я никогда не использовал на практике, и даже имя у него выглядит очень так достаточно интересно. Как его произнести было очень сложно в первый раз, но да, почему нет? Паттерн есть, значит, кому-то нужен, и я более чем уверен, достаточно популярен в определенных системах. Ну и в конце концов, если мы привыкли работать синхронно или кто-то привык работать синхронно, почему нам нужно менять парадигму, почему нам нужно менять мышление, может быть, нам тогда и не стоит особо внедрять месседжинг. Нет ничего плохого в том, чтобы взаимодействовать синхронно, возможно, придется что-то переизобретать, но, возможно, вы можете делать компоненты системы очень простыми, может быть, вы не будете делать там 15 сервисов, у вас будет 2, если у вас 2 сервиса коммуницируют друг с другом по HTTP, вполне себе хорошая затея. Так что это то, что нужно принять во внимание, это то, что нужно знать, когда вы будете принимать решения о дизайне. Да, отлично, ассинкоммуникация сейчас мы с вами обсудили. Третий point это какие-то провайдер-специфик преимущества, то есть, если мы с вами работаем с Revit Q, мы с вами из коробки получаем замечательный менеджмент UI, в котором вы можете посмотреть, давайте я даже открою, он у меня здесь на соседнем мониторе, в котором вы можете посмотреть Qs, которые у вас есть, сообщения, которые готовы, которые обработаны или наоборот подмечены как необработанные, вы можете посмотреть exchanges, вы можете посмотреть channels, то есть это решение из коробки, которое идет к вам по умолчанию, когда вы устанавливаете Revit. Revit имеет плагинную инфраструктуру, то есть вы можете его расширять, в том числе Revit MQ может быть расширен до версии MQP 1.0 с помощью установки соответствующего плагина, если я не ошибаюсь. Также вы можете добавлять плагины для сбора метрик, для мониторинга, для health checks и когда. В-третьих, у Revit MQ замечательная документация, и с ценой, когда мне нужно что-то прочитать по messaging, про MQP протокол, про MQP модел, версию 0.9.1, я всегда могу пойти на сайт Revit, посмотреть, много полезной информации, очень много примеров, то есть он широко распространен, одних только примеров на 11 и 12 языках программирования. Примеры простые, вы можете посмотреть, поиграть, а в том числе сегодня примеры из демо, они как раз базируются на документационных. Ну и очень важное преимущество лично для нас в команде это наличие Docker образа, потому как это значительно упрощает в том числе локальную разработку. Нам не нужно в целом как-то ставить Revit, нам не нужно для этого отдельный Linux сервер или Windows машина в зависимости от того, какая у нас среда. Мы просто используем Docker Image, мы просто можем загрузить его что в Kubernetes что просто локально как контейнер. Это очень удобно и очень полезно. Если вы работаете с Azure Service Pass, к примеру, как мы в Production, вы получаете стандартные преимущества Platform as a Service solution, то есть это мониторинг и масштабируемость из коробки, это тоже некий Management UI, где вы можете посмотреть определенные данные, это ряд специфичных фичер, такие как работать с сессиями, когда в рамках одной сессии вы можете обработать несколько сообщений или просто много сообщений. Это удаление Duplicates Messages, когда у вас по какой-то причине оказались дупликаты. И, наконец, это Scheduling, когда вы можете настроить расписание сообщений, то есть словно оно должно быть запаблишено сегодня до часу или в час, но не позже. Посылочки тоже можно почитать. Я про эту фичу не так много знал, недавно тоже увидел, посмотрел, стало интересно. Я думаю, что когда-нибудь даже можем и применить. Хотя пока что каких-то предпосылок для этого не вижу, хотя какие-то CronJobs, к примеру, какие-то recurring tasks в определенное время можно реализовать вокруг этой функции. Почему нет? Вполне себе интересный подход. В-четвертых, мне кажется, месседжинг очень удобен, когда мы имеем дело с сервером с приложениями. Сервером с архитектурой набирает свою популярность благодаря Cloud Computing, благодаря таким сервисам как Azure Functions, то есть вы можете уже не целый проект или докер образ релизить, вы можете релизить просто кусок кода, который будет делать какую-то работу. Причем по требованию он не будет работать все время, он будет запускаться только по требованию. Это в каких-то моментах удобно, это дешевле, потому как он не работает постоянно. И месседжинг, и некоторая event-based архитектура, message-driven архитектура может быть построена как раз вокруг этих решений. Я думаю, что в эту сторону можно посмотреть. Ну и последний в этом списке, но точно не по значению, это reliability или же надежность. Я бы сказал, что надежность это ключевой момент, почему message-брокер может быть внедрен в то или иное компанию. Идея заключается в том, что как только сообщение пришло в инфраструктуру брокера, оно не будет утеряно до тех пор, пока не будет либо успешно обработано, либо успешно удалено лично вами с помощью механизмов за ненадобностью. Если вы храните это сообщение на диске персистентно, вы не потеряете эти данные. Соответственно, консюмер либо успешно обрабатывает сообщение, если у него не получается, он может попробовать еще раз, если же у него не получается несколько раз, сообщение может стать помеченным как dead letter или poison message, в зависимости от документации брокера можно увидеть разные имена. В этом случае message все равно не будет удалено, оно все равно не будет потеряно, оно просто мигрирует в другую, в другое хранилище. Соответственно, мы про это с вами тоже сейчас поговорим. Собственно, за счет чего обеспечивается надежность? Во-первых, publisher после того, как кладет сообщение в брокер, он ждет от брокера подтверждения того, что все хорошо, я получил сообщение, твоя работа на этом закончена. То есть, publisher отправляет так называемый ax или nux, что значит acknowledge или not acknowledge acknowledge значит, что сообщение было получено и было успешно сохранено на диск. Not acknowledge соответственно говорит о том, что нет, что-то пошло не так. И важный момент в том, что routable messages, то есть, те сообщения, которые могут быть на основании своего routing key, перенаправлены в определенный queue, все эти queue найдены, все эти queue знают о том, что message должен прийти в них. В этом случае routable message помечается как acknowledged и, соответственно, шлется оповещение паблишера. А те сообщения, которые не могут быть замаплены, подтверждается, что нет ни единой queue, который может его принять, потому как нет такого маппинга, нет такого routing key. В этом случае возможны варианты, оно может быть silently dropped, то есть удалено, но мы можем определить alternate queue, то есть это, опять же, подход, который позволяет даже unroutable messages положить в отдельный queue и обработать в случае чего дальнейшем. И похожая схема действует между конзюмером и брокером, ведь после того, как конзюмер прочитал сообщение, он тоже должен сказать, что успешно была выполнена некоторая бизнес-логика и ты, брокер, можешь сообщение из своих структур удалить. То есть аналогично шлиться acknowledge или новых knowledge. Существует также автоматический и ручной режим и это как раз то, о чем мы с вами говорили, анализируя вот эту строку в брокере. То есть мы с вами используем property autoact true, это автоматическая отметка, то есть все сообщения, которые дошли до конзюмера, автоматически помечаются как acknowledge. Это, как написано в самой документации bad practice, потому что, да, естественно, что-то может пойти не так. В вашей логике может произойти exception, например, и сообщение не должно быть помечено как acknowledge, потому что что-то пошло не так и вам нужно возможно повторить операцию. В общем, это считается bad practice. Хорошая практика это использовать мануальный или ручной режим, то есть здесь мы можем написать некоторый процессинг логику и если все хорошо, в конце мы можем явно сказать брокеру basic act, то есть послать acknowledge. Точно так же, кстати, мы можем здесь послать basic reject в случае, если нам нужно это сообщение отменить. И, соответственно, да, если вдруг у вас между конзюмером и брокером в момент, когда сообщение обрабатывается еще не отмечено как acknowledge. Произошел разрыв connection, в этом случае сообщение автоматически брокером возвращается в queue и будет снова обработана конзюмером. То есть это как раз ситуация, которая может привести к duplication на стороне конзюмера нужно иметь в виду, что такая ситуация может возникнуть. А что вообще может пойти не так? Почему по какой-то причине месседж может быть не обработан конзюмером? Ну, первый случай мы с вами уже обсудили. Это банальный exception, когда мы обрабатывали сообщение, то есть какие-то проблемы в бизнес-логике. Возможно, контракт сообщения изменился, то есть, не знаю, мы добавили какое-то новое property, оно должно у нас быть на label, оно не на label или какое-то другое ненужное значение. Ситуация может быть много. Обычный exception. Второй случай это когда у нас очень много messages идут в exchange, после этого они идут в queue и таким образом в общем-то все сообщения, которые уже в это queue не помещаются, они автоматически не могут быть обработаны, естественно, потому что они не в queue. это какая-то ситуация, когда мы можем добавить еще один consumer, чтобы он обработал все больше и больше сообщений. И, наконец, третий кейс возможен тогда, когда в queue уже слишком много сообщений, а процессинг проходит очень-очень медленно, поэтому сообщения, которые уже находятся в очереди, queue, они могут просто-напросто умереть по time to leave, то есть время жизни этих сообщений стекло, они уже по какой-то причине невалидны. Соответственно, да, здесь еще раз перечисленные поводы, которые могут послужить. Это message rejected with no recue, то есть произошел exception, сообщение отмечено как rejected, not acknowledged, limit очереди исчерпан, либо message умер по time to leave. Что мы можем с этим сделать и какие возможности дает нам брокер? Во-первых, если вдруг сообщение не было обработано конзюмером по какой-то причине, мы можем реализовать логику retry. Мы можем сделать это вручную, но очень многие библиотеки, такие как n-service bus, такие как masternzit и другие, они дают эти функции из коробки, то есть условно, если у вас не получилось обработать сообщение, оно будет помещено в queue еще раз, например, пять раз, и если пять раз произошла одна и та же ошибка, в этом случае сообщение уже будет помещено как dead letter. Почему это делается? Ну, допустим, у вас rolling update, вы обновили контракты, но конзюмер еще не обновился и требуется, не знаю, еще пару секунд для того, чтобы новый конзюмер поднялся, а старый ушел. В этом случае recue или recue с тайм-аутом, например, который тоже можно задать, очень здорово помогает. То есть, да, старый конзюмер не обработал, произошел exception, но после rolling update спустя 10 секунд у нас новый конзюмер, сообщение пошло еще раз и все успешно прошло. То есть, такая ситуация довольно-таки часто происходит. Но если вдруг по какой-то причине месседж несколько раз был неуспешно обработан, считается, что это poison message или dead letter, то есть, оно не может быть обработано в принципе и что-то с этим нужно нам делать. В этом случае месседж идет по направлению dead letter exchange. Это точно такая же exchange, как и та, в которой войдет паблишер, но она перенаправляет месседж в dead letter queue. То есть, вы можете сконфигурировать свою dead letter queue. В дальнейшем из этой dead letter queue можно читать. Точно так же, как и с любой другой очереди. То есть, это такой механизм запасного хранения сообщений. И что важно, сообщение из этой dead letter queue никогда не будет удалено явно. То есть, брокер никогда их не удалит. Вы сами больны делать с этими сообщениями, что хотите. Ну, соответственно, да. Когда месседж идет в dead letter queue, он в своих метаданах хранит некоторые данные. Например, оригинальная очередь, откуда он изначально пришел. Это повод, почему месседж вдруг оказался в dead letter. Это, собственно, сама dead letter exchange, чтобы понимать, куда нам нужно направить месседж. И это routing key, с которым этот месседж был запаблишен паблишером, соответственно. То есть, эти метаданы могут помочь нам в том числе из dead letter exchange переразложить месседж обратно в queue, потому как мы знаем оригинги, то есть у нас есть этот заголовок. Мы вольны распоряжаться этими сообщениями, как мы хотим. Брокер предоставляет нам механизм хранения, основанный на exchange queue, точно так же, как и механизм обработки сообщений. Мы же можем с этим работать. Мы можем смотреть management UI, что у нас полное. Мы можем делать некоторый мониторинг вещи, можем сказать некоторые alerts, как только у нас появляется dead letter. К примеру, мы в компании используем Slack для того, чтобы публиковать все dead letters, которые у нас по какой-то причине оказались в этой очереди. Ну и, конечно, демо. Давайте посмотрим, как у нас dead letters будет работать. У нас есть отдельный проект. Я не буду сильно заострять внимание на паблишере, потому как логика там абсолютно идентична тому, что мы уже видели. Единственное, что покажу, воркер, который у нас... А, да, ну здесь, конечно, воркере мы объявляем dead letter exchange заголовок и, соответственно, имя. То есть, да, мы будем в случае неуспешной обработки отправлять dead letters сюда, в это кем. И внутри, где мы обрабатываем message received, мы вызываем этот basic reject. То есть, мы явно говорим, что это сообщение не обработано, что-то пошло не так, какая-то ошибка. И это как раз позволит... И мы ставим опцию recue false. То есть, если мы ставим recue false, это сообщение не будет обратно положено в queue. Если же это true, тогда message будет вернуться в queue, и воркеры попробуют обработать ее еще раз, ну, собственно, забрать, как и в первый раз. И у нас также есть отдельный воркер, который называется dead letter, который читает как раз из dead letter exchange. И из dead letter queue, то есть у нас есть exchange. это та же самая exchange, которую мы определили в воркере, чтобы отсылать сообщение. У нас есть dead letter queue со своим именем, соответственно, мы настраиваем между ними маппинг, вот здесь queue bind, queue name, dead letter exchange name, роутинги, соответственно, нет, потому что все мертвые сообщения просто идут туда по умолчанию. Ну и внутри мы будем просто получать сообщение, мы будем читать header death queue, мы будем читать death prison, и будем выводить это в качестве информации, чтобы нам просто посмотреть нужно было. Давайте опять воспользуемся замечательным окошком services. У нас есть конфигурация. Сначала мы сделаем паблиш сообщений. Ага, я уже делал это, отлично, давайте запустим еще раз. И также мы давайте посмотрим наш менеджмент UI. Сообщения здесь, соответственно, в worker queue под номером 6 должны получиться сообщения. их 10 штук, они готовы быть прочитаны. Вот на секс еще раз обновим. Да, все нормально. теперь мы запускаем worker, который в идеале должен сообщение обработать, но мы-то знаем, что он пошлет basic reject. И после этого, да, после этого мы ожидаем, что сообщения из worker queue должны мигрировать в dead letter queue. давайте убедимся, что это так. Да, сообщения ушли в dead letter queue. Опять же, это точно такая же очередь, как и все остальные. Ну и теперь мы можем запустить dead letter, консюмер, который прочитает сообщение и выведет нам некоторую информацию. Да, то есть, смотрите, мы прочитали сообщение, мы прочитали контент, мы прочитали повод, то есть reason, это rejected, почему оно здесь, и, соответственно, имя original queue. То есть, изначально оно пришло именно в вот этой worker queue очереди. И так для каждого сообщения, для каждого из десяти, которое у нас было неуспешно обработано в прошлый раз. Ну и, соответственно, здесь мы ожидаем, что все сообщения у нас по нулям. Да, действительно так оно и есть. То есть, мы с вами сейчас имплементировали какую-то очень простую, примитивную логику, чтобы убедиться, что этот подход работает. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше. Очень важно проблему обнаружить до того, как что-то произошло. К примеру, мы работали в компании, где изначально мы не, прошу прощения, где мы изначально не до конца продумали логику error handling, как нам обрабатывать dead letters. В конечном итоге это привело к тому, что мы очень много сообщений положили в queue. По какой-то причине наш консюмер не работал. в итоге все эти сообщения пронеждали в очереди, а через день консюмер заработал, и эти сотни, тысячи сообщений вывелись единоразово на пользователя. У нас эти сообщения по сути приводили к тому, что в гриде появлялась еще одна строчка с данными, один день не было ничего, а на второй день появились тысячи строк. Естественно, пользователь был в шоке, и мы бы скорее всего поняли, что есть какая-то проблема, если бы мы знали, что у нас в очереди очень много сообщений. То же самое касается и Dead Letter Queue. Если бы мы знали, что в Dead Letter Queue у нас очень много сообщений умерло, мы бы понимали, что какие-то данные до пользователя не дошли, какие-то проблемы возникли. Но на тот момент мы не были достаточно зрелыми, чтобы применить некоторые подходы, чтобы знать, на которые работали. Поэтому очень важно собирать некоторые метрики, собирать некоторую информацию, делать health check и слать какие-то alerts, когда что-то произошло. В случае с Revit MQ есть плагины, которые позволяют класс-метрики Prometheus, которые позволяют вызывать health check, чтобы проверять, что вообще сервис доступен, и позволяют стать некоторые alerts по каким-то conditional условиям. И точно так же аналогично для Azure Service Bus, то есть это как раз то, что мы используем в Azure, это мониторинг. Мы можем посмотреть, сколько сообщений сейчас в Q, сколько пришло, сколько ушло. Мы можем посмотреть размер Q, мы можем в целом попросить общий аккаунт, нагрузку, CPU, memory и так далее. Мы также можем использовать service help для того, чтобы убедиться, что очередь доступна, что Azure Service Bus работает. И мы также можем использовать механизм alerts. Как раз мы это и используем. Мы получаем сообщение в слаб, как я уже до этого упоминал. Как только у нас появился deadletter, выходит нитификация, мы можем его посмотреть, нужно посмотреть call stack, нужно посмотреть exception и принять решение, каким образом нам с этим работать. Очень важно не только знать, как решить проблему, но и то, как эту проблему обнаружить. Я бы сказал, что это тоже очень ключевой, важный и непростой момент. Еще хочу рассказать вам пару слов про .NET API и зачем мы используем .NET API для работы с месседжем. Ну, во-первых, опять же, довольно удобно работать, когда у вас есть простой, понятный API. Вот мы с вами смотрели демо, мы смотрели native Revit MQ publish code, это Revit MQ библиотека для C Sharp. Нам, чтобы сделать publish, нужно написать шесть строк кода. И в целом, как бы здесь много параметров. Если мы идем с каким-нибудь простейшим пакетом типа easy.net queue, о котором также написано в документации, мы тратим на это две строки. Естественно, мы будем работать с тем API, который проще, который понятнее, который интуитивно легче писать и поддерживать. Во-вторых, есть некоторые advanced паттерны. Если мы говорим про тот же самый n-service bus, один из самых популярных сервисов для работы с мессенджингом, есть паттерны для реализации сага, как раз, чтобы обеспечить некоторую транзакционность между различными сервисами, есть паттерны для retry, как раз, чтобы можно было класть сообщения несколько раз в одну и ту же queue, если она failed, и другие. Также библиотеки предоставляют некоторые виние тест-тулс, например, вы можете создать в этой очереди memory. Это тоже весьма полезно для того, чтобы не иметь реальную инфраструктуру. Это ускоряет процесс, ускоряет, собственно, работу ваших интеграционных тестов, допустим. Мониторинг, support monitoring, да, то есть опять Genesler's bus поддерживает некоторый мониторинг-тулс, который можно получить. Некоторые библиотеки типа, например, библиотека Rebus, про него мы тоже поговорим с вами сегодня, за отдельную подписку можем использовать тоже некий UI для того, чтобы мониторить те же самые dead letters, переслать их в Q и так далее. Ну и опять же error handling strategy, то есть из коробки библиотеки уже позволяет вам делать republish, какие-то простейшие функции, задавать таймут и так далее. Я думаю, что никто этого не делает руками, это очень удобно для того, чтобы сэкономить время. Ну и еще один важный момент, это, конечно, транспорт liquidity. Это как раз то, что мы используем в работе. Как я уже до этого говорил, Revit MQ имеет Docker image, поэтому локально разрабатывать на нем нет проблем запускать приложение, тестировать. В то время как у Azure Service Bus нет Docker контейнера. И что-то с этим нужно делать, потому как мы не можем условно создавать development queue, потому что если очень много команд будет с этим работать, то будет забито, много тестов, много интеграций. Я думаю, что такой подход не самый рабочий. Можно создавать, конечно, много баз инстанс под каждый отдельный бьют, но опять же это стоит денег. Благодаря использованию .NET API, мы можем локально работать с Revit MQ, а в продакшене работать с Azure Service Bus как частью нашей Azure экосистемы. То есть это дает нам некоторую абстракцию на один уровень выше, с которым мы работаем. Соответственно, есть ряд библиотек, такие как Mass Transit, InService Bus, EasyNet Queue, Rebus, есть другие решения, уверен. Мы с вами сегодня поговорим в большей степени про Rebus, потому как мы используем эту библиотеку в продакшене. Мы также очень активно смотрим в сторону Mass Transit и в сторону InService Bus, потому что готовы к улучшениям и в каком-то смысле тоже эволюционируем в этом плане. Понимаем, что Rebus не дает нам всех тех преимуществ, которые мы бы хотели. Но в целом библиотека очень простая и достаточно рабочая. Она очень простая для конфигурации. Она задизайнена так, чтобы запускать Single Cue Per Application один из лимитейшнс, который нам очень сложно обходить иногда. Ну и что немаловажно, Rebus поддерживает очень много различных видов транспорта. То есть Revit MQ, MSMQ, Agile Service Bus. Вы можете создать очередь InMemory опять же для тестирования. И что лично меня очень удивило и заинтересовало, вы можете в качестве транспорта для Message Broker использовать MSSQL, Postgres, MySQL. В общем, да, стало интересно, почему так. По ссылочке можно найти в GitHub еще. Я спрашивал у автора, почему так. В целом, если вы работаете, например, SQL Service, у вас нет Message Broker инфраструктуры, но вы хотите работать с месседжингом, вы можете просто поставить библиотеку Rebus, использовать SQL в качестве транспорта, и вот вам месседжинг какой-то уже из коробки. В целом, интересно, почему нет. Да, ну и давайте посмотрим на демо. Конечно же, это уже демо последнее на сегодня. Мы с вами построим на Rebus некоторую систему, которая позволит нам обмениваться сообщениями между участниками. Но демо у нас будет построено вокруг Telegram. Давайте я открою чат, посмотрю, что мне никто тут не писал, мне никто тут не писал, замечательно. В Telegram у нас с вами есть энное количество спикеров. Давайте посмотрим, могу ли я сделать Zoom. Zoom. Наверное, это что-то типа вот этого. Так, рестарт. Отлично. Так, спикеров видно лучше. У нас есть с вами некоторые организаторы, каждому из которых соответствует свою роль. Тренер, продюсер, организатор, спикер, аудитория, мы с вами. И есть некоторые механизмы для того, чтобы слать сообщения. И есть некоторый формат сообщений. К примеру, я хочу сказать о том, что спикер кода в заявку. Для этого я шлю сообщение в SpeakerApplied. Я шлю также фамилию, имя и такой, скажем, драфт, имя, доклад. Сообщи. Ага, конечно. Чтобы запустить демо, нам нужно запустить Compound конфигурацию. Давайте запущу ее. Это займет некоторое время. А пока мы с вами запускаем, мы можем с вами посмотреть как раз на формат сообщений. У нас будет несколько, они будут соответствовать тем ивентам, которые мы определили ранее. SpeakerApplied. SpeakerPrepared, где у нас то же самое имя и уже финальное имя доклада. JobTitle. Отлично, очень много сервисов. SponsorConfirmed, где мы с вами... Ага, все, отлично, видите, сообщения уже были в брокере, которые мы отослали, приложения не были запущены, но так-то мы их запустили, мы уже получили сообщения, так даже лучше, кстати. Да, отлично, мы с вами видим еще и как это работает, как работает Reliability. Да, то есть как раз сообщение, которое я отослал, пришло продюсеру, чтобы он начал искать спикера, и пришло тренеру, чтобы он начал работать со мной. Просто для прозрачности я предлагаю с вами просто поменять название доклада, чтобы убедиться, что это новое сообщение, но да, название доклада я не читаю, так что это не поможет. Окей, давайте с вами шлать следующее сообщение, Speaker Prepared. Да, вот наш замечательный бот, мы пишем, что спикер готов, пишем фамилия, имя, пишем тайтл для анонса, пишем также название доклада. И наше сообщение получает уже организатор метапа, он может готовить анонс, он может говорить о том, что мы сегодня будем обсуждать, да, опять же, фамилия, имя, топик, соответственно, мы уже почти готовы анонсировать метап. Есть и третье сообщение о том, что спонсор был подтвержден, также мы шлем название площадки, но сегодня это Zoom, но физически в целом мы находитесь в Санкт-Петербурге, в общем, да, все равно проведем хорошо время. Давайте отошлем сообщение, кто его получит. Отлично, тоже организатор, да, то есть, теперь организатор знает спикера, знает тему, знает площадку, он может делать анонс для всех нас. Я подозреваю, что как раз следующее сообщение не будет анонсом, да, отлично, метап анонс, тема, title, имя, место и, наконец, время проведения. Найдем Telegram, единственное, что я немного подкорректирую время проведения, потому что сегодня у нас уже 20, уже 12 августа, давайте будем актуальны. Соответственно, да, мы с вами, как аудитория, в Telegram канале получили анонс метапа, также мы получили с вами e-mails, скорее всего, и мы знаем, что какое-то время в Санкт-Петербурге пройдет метап с какой-то темой с таким-то спикером. Далее, мы должны поместить о том, что метап закончен. Опять же, нам желательно здесь дату поменять, чтобы закончить тот же день, в который мы начали, а не в прошлом. Опять же, сообщение для аудиенс. и в конце очень здорово будет получить некий фидбэк. Давайте мы прочитаем, чтобы оно у нас не мешало. Поэтому, да, ага, insights. Да, мы послали с вами сообщение о том, что запросили фидбэк. Соответственно, да, пришла форма фидбэка, отправьте, пожалуйста, обратную связь. Давайте сделаем организаторам и спикерам хорошо. Вот, соответственно, следующее сообщение это спикер фидбэк провайдет. И сообщение, соответственно, для спикера, чтобы, не туда послал, извините. Сообщение, это, соответственно, для спикера, чтобы он знал, над какими аспектами ему стоит поработать в будущем, чтобы улучшить подачу. И, соответственно, органайзер фидбэк провайдет, потому что организаторам тоже полезно знать, что в следующий раз в лучшем соответственно продюсер да и организаторы пришел feedback говорящий о том что мы с вами хотим сделать следующий раз лучше на этом я думаю можно выключить telegram чтобы не мешать опять же можно с вами чуть-чуть посмотреть на структуру у нас есть под каждого telegram представителя отдельный проект который читает messages у нас есть некий ивент месседжес у нас есть контракта то есть это непосредственно сами сообщения обычные дат transfer object который мы с вами используем опять же смотрим на тип сообщения зависимости от какой тип сообщения здесь надо сделать чуть побольше зависимости от того какой тип сообщения мы вызываем тот или иной метод бот-сервиса бот-сервис соответственно что сообщение в telegram и делать какую-то стороннюю работу которая нам нужна опять же здесь достаточно много кода потому что покрыто много кейсов будет ссылочка можно будет посмотреть можно будет сделать форк внести изменения если будет угодно но в целом да организация и структура этого проекта достаточно простая она типичная вы все это увидите ну и соответственно settings у нас все локальные для запуска вам нужно будет иметь revitmq указать ваш telegram channel токен для бота это все можно информацию взять на основании вашего telegram API а и также мы используем всех для логов но это все детали так демо наше прошло мы с вами можем сделать некоторый итог и вывести некоторый рецепт того что мы с вами обсудили перед тем как работать с месседжингом нужно убедиться в том что это вам действительно нужно потому как вместе с новым дизайном вместе с новым подходом приходят другие челленджи приходят проблемы с eventually consistency точнее с транзакционностью консистенции это одно из решений приходит проблемы с инфраструктурой нам нужно каким-то образом все это мониторить поддерживать если мы работаем с месседжингом скорее всего нас много сервисов скорее всего и нам нужно все это публицировать нам нужна девокс команда нам нужна какая-то платформа кубернета с клауд и так далее как только мы поняли что нам это нужно нам нужно выбрать соответственно свой брокер свою опцию то есть если мы хотим работать и же скорее всего это будет если вы хотите работать с revitmq вы можете использовать его on-premise и можете использовать его как часть допустим кубернета с кластера вы можете использовать компании которые продают revit из коробки такие как cloud mqp они уже за вас предоставляют вам масштабируемость позволяет вам кластеризировать и так далее это очень большой объем админской работы которую я не думаю что разработчики сами хотят делать и это довольно таки емкая и затратная по времени работа обязательно нам нужно понимать как мы будем обрабатывать сообщения и своего опыта мы много раз недооценивали этот подход и каждый раз нам приходилось какие-то решать проблемы уже по факту их возникновения мы тратили время очень сильно портили отношения с нашими конечными пользователями потому когда происходили всякие неприятные ситуации которые мы не могли быстро решить это очень важный момент настроить мониторинг да чтобы определить проблему когда она произошла или может быть даже сделать какие-то превентивные действия если вы видите что очередь забита может быть имеет смысл сделать больше ее размер а еще лучше сделать больше инстансов для того чтобы процессе больше сообщений да ну и можно пройти по production checklist это опять же пример из документации revit mq там целый большой список тех вещей которые вам нужно знать на которого нужно обратить внимание в целом да это скорее для того чтобы убедиться что все компоненты все дизайн моменты соблюдены также хочу поделиться полезными ресурсами если кому-то будет интересно углубиться в эту тему есть отличный курс который кстати в телеграм-канале рекламировали.net distributed system design fundamentals fundamentals от Уди Дахан это автор библиотеки and service bus курс на самом деле очень интересный очень много теоретического материала связанного как раз с миграцией из такого скажем так синхронного подхода к асинхронному объясняются основные проблемы основные челленджи которые нужно решить также есть некоторые интерф месседжинг есть некоторое обсуждение про паттерн сага в общем я думаю будет очень интересно ну и собственно можно почитать документацию service bus на сайте particular software тоже очень много интересных вещей там можно узнать во вторых оказывается нарушен порядок во вторых это документация rabbitmq это отличный ресурс для того чтобы и новичку и сеньору узнать какие-то вещи вспомнить какие-то вещи структурировать какие-то вещи я всегда очень часто по крайней мере читаю документации rabbitmq даже какие-то вещи которые вроде как ты знаешь они очень быстро уходят потому как в целом тема обширная поэтому очень полезно периодически смотреть на нее если что-то вам нужно узнать про месседжинг скорее всего на документации то есть также очень много примеров чтобы попробовать rabbitmq этот нет на java на других языках их много я забыл есть отличное видео джеффри рихтера месседжинг лифтьюл это часть его курса на youtube про клауд компьютеринг там как раз обсуждается взаимодействие между сервисами на message-based подходе как мы можем сделать квест как можно вернуть сообщение обратно обработать его то есть это объясняет рассматривается на топ-левел то есть без каких-то деталей имплементации просто чтобы понять и в целом видео не такое длинное я думаю что 10-15 минут можно потратить целом какую-то но это может нарисовать ну и конечно есть еще ряд ссылок во первых это ссылочка на либо с репозитори эта библиотечка которым с вами сегодня смотрели во вторых это ссылка на сегодняшние примеры возможно она приватная я сделаю публичной чтобы она была в общем доступе либо сделаю апдейт в telegram канале с этой ссылкой можно также почитать про enterprise messaging patterns там их очень много какие-то основные можно там увидеть это действительно такой прям каталог паттернов всех которые только можно придумать и если кому-то будет интересно прочитать про разницу между брокер и брокер с моделью на основании которой построена например очередь 0mq также можно перейти по ссылочке почитать это просто для скажем так некого развития я тоже собираюсь этим заняться бегал посмотрел стало интересно я думаю что кому-то тоже стать интересно и на этом все спасибо за внимание если у вас есть какие-то вопросы всячески призываю вас писать в telegram подключаться к дискуссии если мы обсудим какие-то вещи поделимся опытом получится какой-то диалог обсуждение будет очень здорово тема действительно интересные обширные очень много кейсов я буду рад послушать опыт других людей в этой плане тоже спасибо это все отлично большое спасибо даниил прекрасный доклад отличный обзор вот я могу добавить лишь что у дахан про курс появился в 3 грамме не просто так с большой большой мотивации на самом деле он стоит полторы тысячи баксов вот но сейчас он временно открыт бесплатно и действительно это отличный источник поэтому если у вас вдруг не хочется лишаться полторы полторы тысячи баксов и хочется научиться хорошо делать распределенные приложения то вот сейчас как раз самый шанс поэтому не упустите к сожалению у нас доклад не обошелся без жертв потому что как только вся команда spb.net увидела что их полностью автоматизировали и заменили она немедленно разбежалась и убежала искать другие работы поэтому спасибо тебе даниил теперь я остался совсем без помощников пожалуйста придется да тебе всю автоматизацию теперь взять на себя раз ты вот вызвался тут сервис базы строить на подготовку докладов ну что ж я напоминаю что тебе нужно выбрать три твоих любимых вопроса сейчас мы перейдем к секции вопросов и ответов вот и их тут много не знаю попробуй или можешь мне говорить типа нравится мы эти вопросы будем оставлять а потом в конце среди них еще выберем три да или может там себя отмечать как тебе будет удобнее я буду отмечать потому что я буду говорить что все ответы нравятся все вопросы нравятся хорошо тогда тогда выбирай сам вот поехали по вопросам как можно тестировать такую распределенную систему то есть имитировать через substitute или мог да то есть здесь хороший вопрос нужно понимать что мы именно хотим тестировать то есть если мы например как это у нас работа у нас есть self-content система которая содержится в нескольких сервисов и мы также отчасти зависимы от других систем то есть у нас есть отдельная команда которая занимается например авторизации нужно понимать что их сервис авторизации доступно на уровне билдов на уровне пайплайнов у нас есть некоторые смог которые дергают те или иные системы и убеждаются что все они работают если все они работают значит в теории все должно быть хорошо а касательно того как мы тестируем у нас как раз запускается сейчас у нас проект называется message менеджер допустим тогда он делает как раз работа связана с мессенджером он работает с ребасом для какие-то вещи обрабатывает хендит соответственно мы его запускаем как отдельный сервис во время запуска интеграционных это рабочий подход но я думаю что мы будем тоже его улучшать потому как скорее здесь лучше идти с использованием memory q у ребаса есть memory q который можно внедрить и который можно использовать для тестирования думаю что просто подход который здесь вот если же говорить про тесты у меня тут есть небольшая даже здесь папочка с тестами да то есть то есть юнит тесты что мы можем тестировать unit тесты ну к примеру да здесь у нас не так много всего нам нужно тестировать работу сервисов основанных на месседжки проверять что что-то упало что-то выполнилось мы можем тестировать конкретные сервисы которые будут скидать но тестировать например саму q что какие-то мастер здесь сообщение наверное смысла в этом нет потому как это брокер мы используем его потому что он уже достаточно надежен но как раз платим за сей же сервис газ чтобы получать его надежность и есть также у меня некоторые вещи связанных integration тест здесь как раз в качестве примера я вызываю некоторые сервисы а потом проверяю что у меня есть определенное количество консюмеров не с определенное количество месседжей то есть это просто для примера но так тоже можно делать если вы хотите убедиться что у вас что-то есть и например что-то ушло есть и 5 который позволяет с этим работать я надеюсь что в том виде ответил на вопрос что так если вы вдруг захотите поговорить голосом кто ищите романа щербакова в чате чтобы этот начат и просить его дать вам правильную ссылку мы вас можем закинуть прямо к нам в комнату и можно пообщаться голосом будет все вместе поехали дальше как обеспечить эффективную коммуникацию внутри одного сервиса если он состоит из отдельных модулей доменных слоев которые не имеют зависимости друг с другом целесообразно ли использовать и вент сорсинг в этом случае предполагается что есть некий один до сервис одно приложение и в нем какие-то слои до я думаю что все зависит от каких-то нужд да то есть и вент сорсинг наверное можно использовать когда вы можете сказать у вас есть распределение между этим чтением и коллекционированием данных датских создаваясь на шоты поверх тех данных которые у вас есть но здесь сложно ответить без привязки к конкретному кейсу у нас к примеру нашим в нашем сервисе достаточно как сказать классические коммуникации у нас есть доменный слой которые содержат определенные модели они в каком-то смысле аналимичные в каком-то смысле более богатый в зависимости от логики далее у нас есть сервисный слой который позволяет агрегировать работу с различными доменными объектами и у нас есть слой например контроллеров до который предоставляет публичные для клиента который работает сервисами то же самое верно и для каких-то компонентов нашего приложения которые строят свой код месседжинга то есть у нас есть некоторый месседж менеджер который также работает с сервисами и выполнять какую-то логику но взаимодействие между компонентами внутри конкретного сервиса она довольно классическая доменный слой аппликейшн лаяр слой сервиса и какой-то презентейшн лаяр ну или хендлинг лаяр в случае с месседжем так понятно давай дальше чему в вашем случае был почему почему в вашем случае был выбран брокер а не баз критерий выбора да это тоже замечательный вопрос по крайней мере для себя я могу сказать что месседж брокер должен быть выбран тогда когда вам важна real ability когда вам нужно обеспечить надежность и сохранность данных потому как есть физический сервис брокер который за это отвечает но очевидно что взаимодействие через месседж брокер через третью инстанцию но занимает больше времени если мы хотим просто вызвать сервис back-to-back по http это будет быстрее но мы должны понимать что request может упасть что если мы обращаемся к базе данных она может упасть по connection timeout и мы просто вернемся с refused connection exception случае с месседж брокером даже если такое произойдет сообщение останется в брокере и будет обработано позже еще раз либо она уйдет letter и вы можете обработать его еще раз позже пусть сохранность данных здесь ключевой момент в случае с месседж бас я бы сказал что здесь критично наверное скорость взаимодействия но какие-то конкретные вещи именно про месседж бас они брокер более специфичные сказать не могу потому как не имел опыта работы с ним и в принципе принципе у нас система не требует именно суперскоростного взаимодействия нам важно именно того то чтобы данные были доставлены нужно момент времени ну точнее чтобы они просто были сохранены скорее так не нужно момент времени чтобы они у нас были надежны чтобы они у нас хранились такой очень интересный вопрос как понять что пора внедрять message based подход это это тоже замечательный подход и мы на самом деле очень часто очень много митингов мы это обсуждаем что мы и до этого когда мы работали в компаниях тоже очень много обсуждали когда вы понимаете что у вас сервис становится большим и у вас появляются какие-то изолированные части допустим вы понимаете что у вас есть какой-то сервис который занимается отсылкой имейлов это вполне может какой-то domain agnostic specific service вы просто передаете ему условно контент хедер details и он входит этот месседж соответственно этот имейл сервис берет месседж формирует имейл и шлет на имейл это может быть какой-то notification center например который что это повещение слаг это может быть какой-то ну допустим по аналогии с кубернет из экрана jobs какой-то сервис который периодически серчат вашу базу данных выискать какие-то данные и шлет какие-то от нотификации оповещения это может быть какой-то сервис который занимается аналитикой стороне то есть вы наколекционировали данные и соответственно этот сервис раз какое-то время запускается анализирует данные читает их и будет какие-то reports если вы понимаете что какой-то появляется компонент который целом domain agnostic который может работать независимо и которые вам не обязательно иметь синхронно вы можете его вынести если же например вы работаете с какими-то сервисами допустим банковскими да где критично снять деньги с одного счета положить на другой лично мое предпочтение я бы работал с классическим подходом на уровне базе данных я бы предпочел иметь если транзакции просто потому что в данном случае это критично не могу потерять деньги и это просто проще на момент если же я хочу работать с отдельными сервисами мне нужно делать либо то фейс комит либо какие-то альтернативные подходы типа сага паттерн это сложно и опять же да если у вас всего два три сервиса нужно ли вам выделять месседжинг наверно нет наверное коммуникации хочет теперь будут проще еще важный момент в том что у нас до примеру мы работаем с одной слов контент системой есть еще ряд команд которые работают со своими и мы с ними общаемся по месседжем есть еще такой момент что в микросервисной архитектуре вы чтобы не агрегировать данные с разных сервисов вы делаете некоторую избыточность данные например проданные о юзере вы можете хранить в своем сервисе даже если вы не связаны с юзером просто чтобы вывести ее на юай если вдруг юзер изменился в другой системе вы должны об этом знать соответственно вы можете просто организовать ивент-бэйс архитектуры юзер изменился вы послали ивент соответственно в другом сервисе вы его прочитали обновили вашу базу данных вот еще один кейс когда мы применяем как раз месседжинг-бэйс-подход спасибо давай дальше должен ли при использовании брокер должен ли при использовании брокера каждый отправитель знать получателя реализуем ли паттерн пабсаб пабсаб реализуем да мы его обсуждали сейчас я найду то есть это как раз где у нас были демо где-то здесь пабсаб скоро когда такой паттерн есть если мы говорим про рэбитом кир то это мы объявляем очередь с типом fanout то есть как раз до продюсер просто кладет месседж и соответственно конзюмер его распределяет касательно того нужно ли знать паблишеру конзюмеров нет и это как раз стать идеально то есть задача продюсера просто сказать что мы должны положить и по какому принципу мы должны это отправить другим читателям и другие читатели по сути реализуют этот контракт в данном случае это раутин кит байден некоторые банди груз мы просто говорим как биндить а конзюмер сбить этих конзюмеров может быть один два три или не сколько то есть как раз это тоже очень важный момент и нам это же не нужно хранить эту конфигурацию да ты же был слайд что если например это паблишер ему не нужно знать вот эти адреса ему нужно знать только адрес брокер чтобы подсоединиться к брокеру соответственно конзюмерам тоже не нужно знать правитель и нужно только знать брокера это по сути одна зависимость для взаимодействия вместо н ясно пошли дальше что лучше всего юзать для отслеживания процесса от входящего запроса допустим в api до конца работы всех обработчиков то есть начал выполняться метод он сгенерил одно сообщение обработчик кинул еще 10 сообщений следующая обработка еще что-то сделала и так далее то есть что лучше юзать для отслеживания процесса входящего запроса то есть я так понимаю есть некоторые каскадные вызовы и на какой-то момент нужно понимать что да что все все вызовы завершились успешно да похоже на то да но тут на самом деле мы следуем просто подходу что опять же eventual consistency мы файруем некоторые ивенты мы просто надеемся что они будут успешно обработать надеемся они будут обработаны если они будут не обработаны мы получаем оповещение слаг что такой-то ивент упал с каким-то типом по какой-то причине после этого мы соответственно можем что-то предпринять допустим мы можем сделать некоторую написать инструмент допустим используя даже инструмент который уже есть который позволит нам прочитать это дед литер кью по определенному типу и либо удалить его либо какую-то кастом на логику сделать либо сделать обратно реподишки что касательно завершить что весь процесс завершился как раз у нас буквально пару дней назад была похожая задача как мы делаем у нас есть инициатор который запустил этот каскадный вызов через месседжинг у нас соответственно есть последний вент который должен быть выполнен и когда этот последний вент в хендлере вызван когда он выполнен мы убеждаемся просто за счет запроса в базе данных к объекту что объект уже до конца модифицирован что то есть все изменения все это прошли и в этом случае мы просто завершаем этот ивент успешно если нет мы просто делаем реки этого последнего это до тех пор пока все не завершатся то есть это как раз нужно для того чтобы обеспечить конкуренции потому как если у вас используется разные киу разные венте до потенциального последнего может быть обработан даже до того как обработается там третий или четвертый это вполне возможно даже в рамках одной кью если вы работаете у вас ребят обеспечивает fifo то есть first-in first-out обеспечит упорядочность сообщений но если у вас несколько процессоров несколько кубернет спот например которые читают из этой кью а естественно этот порядок может быть нарушен потому что мы взяли одновременно два месседжа но какой-то из них обработал быстрее то есть да мы делаем какую-то кастом логику чтобы чекнуть что все работает дальше работаю на системой который занимается распознаванием объектов с камер пока это монолит для каждой камеры запускается свой детектор затем вовсе со всех камер собирается результаты распознавания и как-то агрегируется как разбить на микросервисы каждое распознавание если задержки результатов критичны и насколько быстро сообщения доходят от источника до приемника в брокере сообщений и какой самый быстродейственный брокер выбрать быстродействующий брокер выбрать ну если критично быстродействие то возможно нужно посмотреть сторону либо не брокера каких-то альтернативных решений либо брокер из решений потому как там как раз коммуникации проходят быстрее нет третьей точки посередине через которые нужно проходить касательно того как разбить на микросервисы опять же зависит от того как все реализовано сейчас потому что если например есть 10 или 20 камер но логика в них одинаковая я бы сказал что это один сервис который просто запускается в 50 разных конфигураций ну то есть можно например какие-то параметры камеры передать на вход если это экзекьют и был и запустить один тоже сервис то есть они будут независимо работать каждый со своей камеры если же есть различная логика то нужно посмотреть каким образом мы можем изолировать если общее большое хранилище данных есть ли общий доменный слой я подозреваю что скорее всего изображение я подозреваю что примерно одна и та же логика потому как мы просто читаем изображение с разных камер здесь может быть имеет смысл подумать сторону именно множение количества обрабатывающих порт сторону множеного количества экзекьют его который работает с конкретными параметрами касательно разбиение нужно смотреть что можно выделить в независимый сервис что может работать независимо от остальных частей системы какие гарантии доставки может предложить ребят мкью какова вероятность потери сообщений что делать чтобы исключить потери сообщений получается для того чтобы исключить потери сообщений кто-то конекции просто смотрю может как раз это окей пока конекции я просто расскажу сюда ты пока можешь отвечать да есть механизм окно альжмента когда мы от паблишера переходим к брокеру соответственно брокер должен сказать паблишер что сообщение было доставлено если по какой-то причине сообщение не было доставлено в брокер то есть оно не хранится на диске на уровне мы в паблишере это знаем мы получаем reject соответственно сообщение не было доставлено но не было замаплена то есть ребят например бросает exception not mapped message соответственно да мы можем понимать что это сообщение не было никак сконфигурировано нужно что-то поменять то есть паблишер об этом знает и паблишер может обрабатывать логику не успешной отправки а если сообщение уже в брокере она может покинуть брокер двумя способами либо вы успешно обработать с помощью конзюмерс то есть это успешный кейс либо она в конечном итоге попадет в дед летом как польза месседж то есть его попытались обработать несколько раз не получилось но шло в дед летом соответственно из дед летом этот месседж должны уже удалить вы сами ну соответственно желательно удалять его не руками через менеджмент и используя какой-то инструмент миграции какой-то инструмент чтения за эти даты руки потому что данные могут быть критично но опять же зависит от того насколько вам страшно потерять его если опять же мы работаем с какими-то финансовыми сервисами естественно мы не можем себе позволить если мы просто шлем какие-то пуш натификации на клиент чтобы обновлять его и там или стать какие-то красивые папочки что что-то произошло я думаю что это не критично можно и потерять несколько ивентов тем более чтобы обновить и браузера скорее всего это скорее всего это обычный папсап обновите браузер будет переподписка все хорошо тоже зависит от критичности но в целом да в целом если сообщение внутри брокера она не будет потеряно при условии чтобы хранить его персистентно то есть установили что это durable kill и это персистентно сейчас у нас подключился зритель слушатель прямо в чат может задать свой вопрос я думаю отлично давай разбавим интерактивчиком приветствую дорогой зритель представьте пожалуйста этот микрофон этот добрый вечер да если это я вопрос такой если правительство концептуальное разделение между команд и в команд то что должно произойти в будущем и event то что обрабатывается постфактум случившиеся просьбам да например на на уровне revitmq такого разделения я не видел но на уровне rebus есть отдельные методы send command и также send event то есть как раз да и команд это по сути действие которое нужно реализовать и чаще всего это direct direct коммуникации с конкретным консумером потому что это какая-то полезная работа которую нужно сделать ну допустим обновить базу данных да естественно это должен сделать что кто-то один и event до который просто говорит о том что что-то произошло чаще всего на ивенты подписываются и слушают и соответственно так чтобы сделать какую-то реакцию на что-то что произошло да на рэбите я не видел такого api разделения в ребас есть отдельные методы которые называются sent command sent event спасибо спасибо так а мы пойдем дальше по вопросам про преимущество понятно какие недостатки и косты есть у этого подхода с какими реальными проблемами сталкивались сами на самом деле я не буду сказать что это проблемы я бы сказал что это сложности это сложности подхода мы за то что разбиваем сервис на отдельные кусочки за то что позволяем себе безопасный релиз масштабирование и в целом более прозрачную разработку мы естественно платим во первых у как мне кажется если у вас нет достаточных знаний в девопс сфере нет девопс команды очень больно будет разорвать целом разворачивать микросервисы и в том числе взаимодействие между ними потому как ну вот эти инфраструктурные моменты занимает много времени нужно скорее всего собирать образы нужно класть их контейнер нужно оттуда их вытаскивать нужно делать пайплайны которые все это собирают тестят релизе откладут контейнер потом кубернета все это забирает и обновляет то есть это целая такая большая наука которая строится вокруг девопс и сайт relability engineers команд второй момент который лично мне всегда кажется самым сложным это как раз переход от async транзакции на уровне хранилища данных к eventual consistency подходом когда у вас есть разные хранилища когда у вас есть разные сервисы которые рано или поздно перейдут в консистентное состояние то есть какой-то момент времени репты базы данных доступны вы можете их читать но реплики могут быть между собой не согласован но в какой-то момент они будут это действительно такой непростой переход да но опять же нужно применять другие паттерны это немного другой образ мышления плюс к примеру несколько усложняется процесс релиза потому как если у вас есть два сервиса которые взаимодействуют собой между посредством сообщений есть контракты соответственно эти контракты скорее это отдельный проект с даты ложками которые вы публикуете в качестве многих таки же допустим и забирайте в каждом сервисов один чтобы его публицировать 2 чтобы вычитать если в этом контракте вы вдруг меняйте имя меняйте namespace меняйте тип property добавляйте property переменовывайте property контракт меняется и нельзя сделать это просто одним апдейтом нельзя просто поменять контракт обновить надет пакет потому что уже в киу могут быть сообщения которые были запамещены до этого то есть старые контракты и нам нужно делать это в 3-4 степа то есть мы добавляем но если мы добавляем property мы сначала добавляем в контракт на лейбл property и в хендере пишем логик который обрабатывает как старый типа команд так и ногу после того как мы за депло или убедились что все старая обработана мы делаем это property но на лоббл соответственно опять же я делаю тепло это усложненный процесс случае если у вас какой-то еще степи контракт вы просто поменяли все воды и нажали control rr сделали комит все какие еще сложности ну вот в частности наверное более плейд который тут тоже был упомянут я бы тоже отнес к вызовам потому как чем больше вас сервисов тем быстрее вам нужно создавать новые и естественно они будут очень сильно похожи между собой это будет какой-то проект это будет какие-то добавлены туда сетап функции допустим библиотеки rebus какие-то пакеты это будет скорее все докер образ очень здорово если вы сделаете project template который автоматически для вас это стополить потому что это ручная работа рутинная который просто стать на вас это такие основные моменты ну и конечно до работы с дат лоток юс работа с как раз выискиванием и как сказать обработка этих мертвых сообщений это тоже непростой момент потому как даже сообщение в дат литера но уже может протухнуть данные которые могут быть старые нужно понимать что сделать нужно понимать критичность нужно понимать что какие-то вы можете удалить ивенты просто потому что они ничего не стоит какие-то вам придется возможно даже кастомизировать поправить и сделать реки у здесь это непростой момент именно поэтому до отдельные сервисы которые дмэйн агностика не очень хороши здесь для выделения в отдельную ну что если какой-то у вас не получилось сделать email нет проблемы еще раз оставить месседж и отправить дмэйн в конце концов позже здесь ничего критичного нет так у тебя еще сил много у меня есть еще силы да да я все вопросы записал даже буду выбирать да отлично не забывай я тебе для ориентира мы примерно где-то дошли до половины вот друзья большое спасибо что набрасываете интересные интересные топики вот в чат еще можно писать мы пойдем дальше какой максимальный объем сообщения можно запихнуть через очередь в какой момент по объему нужно переходить на подходы где отправляется не сами данные а нотификация что они есть и консюмер должен их вычитать сам да тоже это хороший вопрос и это тоже связано с одной задачей которую мы решали не так давно к примеру вы хотите генерировать какой-то контент допустим вы хотите сгенерировать ну какой-то там jpeg image допустим да прочитать положить естественно вы не хотите сгенерировать image и передать его как часть месседжа потому что это будет очень большой объем данных и в конце концов вы забьете кью я не знаю какой по умолчанию объем кью да но если сообщения будут очень большие естественно вы не сможете их использовать много это нужно проверить конкретную документацию я не отвечу на вопрос по конкретным числам как мы например это делаем мы используем storage это может быть не знаю s3 storage это может быть блок storage вы и жир сервис который занимается генерации чего-то генерирует кладет данный в этот storage отправляет месседж говорит о том слушай вот я сгенерал такой элемент с таким-то айди соответственно консюмер берет этот месседж берет айди идет тот же самый storage и забирать файл то есть это то как мы реализуем работу с большими файлами чтобы не слать их через месседж но и да я бы сказал что это скорее подход который рекомендован для да да мне тоже кажется что вот в основном эти протоколы разрабатывались для того чтобы гонять много маленьких сообщений поэтому чем ближе к этому паттерну тем больше вас будет как бы тем лучше будут ваши характеристики у меня вот маленький вопрос в тему ну например я отправляю сообщение которое должно мне будет команда которая в ответ мне например присылает результаты коллекцию с данными какими-нибудь вот я решил синхронный такой режим реализовать на робите да на самом деле может быть действительно большой и ничего с этим не сделаешь и вот как бы в какой момент времени надо переходить с реббита наверное обратно на хтп какой-нибудь я думаю когда понимаешь что да что очень большой объем сообщений нужно переходить на хтп но другого дела что и по хтп тоже много данных можно передавать конечно но опять же можно использовать какой-то агент посередине который будет эти данные хранить в случае с коллекцией наверное но шарить на уровне базы данных не очень хорошо потому что это будет общее хранилище каплинг-поинт может быть опять же какой-то storage к примеру еще альтернатива есть как мне кажется допустим есть коллекция эту коллекцию можно забивать на чанки допустим понимаешь там 100 элементов но мы не можем все что мы шлем просто несколько отдельных ивентов несколько отдельных месседжей обратно с чанками по 10 например по 10 сообщений по 10 элементов коллекции до тех пор пока она не будет обработана такой вариант тоже возможен так давай дальше с авторизации и аутентификации можно ли сделать так чтобы потребители не могли читать и подписываться на чужие сообщения есть две точки коннекшена скажем тогда для потребителей и первое это connection string который мы используем то есть если потребитель не знает connection string он естественно не сможет подключиться к брокеру и не сможет читать соответственно вторая точка это байдинг руз и если бы точнее этот ротинки которые мы шлем от паблишки наверное будет проще показать на вот этот вот пайку да то есть есть ротинки если консюмер знает адрес брокера и соответственно знает какой ротинки ему нужно чтобы работать определенный ивент определенный месседжи он их получит соответственно если ему ротинки не известны или если он не знает адрес то естественно этого не будет в целом да когда вы работаете с брокером сообщений, предполагается, что вы уже работаете в какой-то интерн-инфраструктуре, в которую не могут присоединиться какие-то, скажем так, ну, левые ивенты. К примеру, я, ну, я, возможно, такие подходы есть, я не встречал. У нас есть паблик API, да, каких-то сторонних сервисов, которые мы можем использовать. OpenStreetMap. Это публичные API, которые мы можем дернуть, и может дернуть любой без авторизации. Я не видел, есть ли публичные ивенты, на которые ты можешь подписаться и которые ты можешь слушать. Наверное, такое можно реализовать, если открыть connection string, да, допустим. И если сделать очередь неудаляемой, когда нет connection, допустим. Но я такого не встречал. Мне кажется, все-таки подход, когда ты делаешь security by obscurity, то есть никто твое сообщение не почитает, пока название connection string не узнает, это не очень хороший подход. Кто-то декомпилировал твою дейлельку, кто-то прослушал твой трафик, кто-то просто случайно подобрал по имени твоей компании, и все. Да, да. Все-таки, если вы хотите настоящую авторизацию от идентификации, то, наверное, нужно искать какой-то отдельный, может быть, продукт или посредника, или еще как-нибудь, кто выполняет именно эту функцию. Опять же, вот как у нас, да, у нас нет, ну, опять же, нигде я работал, нигде не было чистого messaging, то есть всегда есть клиент, всегда есть API, это HTTP взаимодействие, всегда есть какой-то токен, self-contained или reference токен, который позволяет именно клиенту общаться с API. Но то, что уже как бы behind, позади этого API, уже могут быть какие-то межсервисные взаимодействия. Соответственно, они уже могут быть реализованы на messaging уровне. Но это уже некоторые internal services. И опять же, да, просто, если вы знаете юзерский токен, если вы можете дернуть какой-то публичный API, который вызовет дальше месседжи, это можно сделать. Но вот именно внутри, да, но, да, если кто-то знает connection string, если, да, не проблема подсоединиться к брокеру, это так. То есть это, по идее, такой транспортный уровень, задача авторизации как бы не на нем, он слишком низкий. Если хотите авторизации, то вам куда-нибудь надо на прикладной полить. Да, я согласен с полностью. Как обрабатываются ошибки повторной обработки сообщений? Как обрабатываются ошибки повторной обработки сообщений? В каких случаях они могут возникнуть? Обрабатываются ошибки повторной обработки сообщений. Ты, типа, наверное, достал из Dead Letter Queue и попытался обработать, а не опять ошиблись. Наверное, этот кейс имеется в виду. Или, как ты думаешь, или какой-то другой. Я думаю, что этот кейс, да. Но это интересный опрос. Я могу предположить, как это работает, учитывая, что Dead Letter Queue это точно такая же queue, как и все остальные. Скорее всего, если вы неуспешно его обработали, оно обратно будет помечаться брокеру как not acknowledged, соответственно, оно не будет удалено из queue. И, соответственно, оно будет там до тех пор, пока вы либо явно не удалите его, перейдя где-нибудь в админский интерфейс, либо пока успешно не обработаете его. Ну и, конечно, да. Интересный вопрос, как это будет себя вести, когда вы забьете этот Dead Letter Queue. Есть еще, кстати, Dead Letter Queue по умолчанию, если вы не определяете. Я подозреваю, что как раз это Dead Letter по умолчанию, она должна быть очень большой, и она должна хранить, возможно, она будет как раз хранить те сообщения, которые вы неуспешно обработаете. Именно вот с Custom Dead Letter Queue. Но так они должны оставаться в брокере. Они будут до тех пор, пока не обработаются. В каких случаях они могут возникнуть? Есть предположения? В каких случаях могут возникнуть, если мы… А, имеется в виду, как это может произойти? Да. Я думаю, что, допустим, здесь конзюмер, который должен делать бизнес-логику, ну, пять раз неуспешно обработал сообщения, вернул его сюда. Оно ушло в Dead Letter Queue. Мы хотим в Dead Letter Queue прочитать существующие сообщения и что-то с ними сделать. Соответственно, мы точно такого же конзюмера подключаем, точно такой же клиент, который слушает, connection слушает определенную queue. Он пытается эти сообщения обработать, наверняка здесь тоже может возникнуть какой-то exception, точно так же, как и здесь, и в этом случае возникнет такой кейс. Вот, я думаю, что так. Но чаще всего обычно эти проблемы пытаются решать еще до того, как попадет в Dead Letter Queue. То есть здесь происходит просто репаблиш, и репаблиш происходит с каким-то тайм-аутом, потому что в большинстве случаев проблемы связаны с невалидным контрактом со старым конзюмером, который не обновился. То есть чаще всего retry несколько раз с тайм-аутом помогает здесь. То есть это такая прям, ну, не то чтобы редкая, но это нежелательная ситуация. То есть это не стандартный кейс, такого не должно быть по умолчанию, что много месседжей здесь. Мы, например, видим и обрабатываем их индивидуально. То есть мы не ожидаем видеть там сотни, десятки сообщений. То есть один, два, и конкретно с ними мы понимаем, что можно сделать. Давай дальше. Есть реализация паттерна Outbox в RabbitMQ? Реализация паттерна Outbox в RabbitMQ нет, и ее нет, кстати, и в Rebus. И у нас есть этот Outbox паттерн, который как раз построен behind. Мы, то есть вручную просто кладем... У нас есть табличка messages в базе данных, куда мы кладем месседж, который в дальнейшем должен быть обработан. С этой базой данных. Есть отдельный сервис, который слушает это. По-моему, есть такой паттерн у N-ServiceBus. Надо посмотреть. У N-ServiceBus, если не ошибаюсь, Outbox паттерн из коробки присутствует. Как лучше обрабатывать сообщения в Dead Letter? Что применялось в вашей практике? Практика у нас такая. Сейчас я просто записываю сообщения, чтобы потом выбрать. У нас есть механизм, который называется... Не знаю, как это назвать правильно. Есть некий сервис, который позволяет... Который запускается. То есть он не long running, который мы запускаем. Он вычитывает сообщения и позволяет нам сделать что-то с этим сообщением. То есть мы можем понять это сообщение по типу, на другую группу по имени, распознать его, сериализовать. И мы можем сделать либо Republish Q, либо удалить его. Но чаще всего мы просто смотрим на это сообщение. Если оно не критично для нас, мы можем просто его... На самом деле мы даже не удаляем. Они у нас как лежат, так и лежат в Dead Letter. Как только у нас появятся ситуации, когда нам нужно будет эти Dead Letter вычистить или сделать Republish, мы запустим сервис с логикой, который, соответственно, их просто вытащит, трансформирует в новое сообщение и положит обратно в Q, куда они должны быть. Опять же, это все очень специфично в задаче. Так прям сказать, common подход... Я думаю, что в принципе нет общего подхода. То есть это очень сильно зависит от предметной области, это очень сильно зависит от критичности сообщения, очень сильно зависит от того, вообще как вы привыкли работать. Я не встречал именно common подхода к реализации error handling. Это специфичная вещь. Допустим, есть 3-4 системы, которые сейчас работают через оркестратор, которые используют распределенные транзакции MS-DTC. Хочется заменить оркестратор на брокер сообщений и уйти от MS-DTC. Какие есть паттерны для решения подобных кейсов с использованием брокера сообщений? Сталкивались ли вы с реализацией распределенной транзакции с использованием брокера? Ну вот мы применяем Outlooks Pattern. Он как бы не совсем, чтобы покрывать все сервисы. То есть Outlooks Pattern позволяет нам, грубо говоря, атомарно сохранить данные в базу данных и отправить какое-то сообщение. Это один из вариантов. Есть также реализация паттерна, который называется Saga. Если не ошибаюсь, он предполагает compensation transactions. Конкретно сейчас мы его не используем. Я предполагаю, что скоро мы к этому придем, потому что количество сервисов, которые появляются отдельно, у нас растет. У нас пока что нет, как сказать, у нас нет большой зависимости между данными. То есть у нас есть какая-то отдельная работа, у нас есть какие-то отдельные workers. Иногда они даже stateless, и они не зависят от базы данных. Как только мы поймем, что у нас есть необходимость в распределенных транзакциях между различными хранилищами данных, да, соответственно, мы перейдем, наверное, к реализации Saga. И опять же, end-service bus и частично rebus позволяют делать Saga. Так, помимо самого RabbitMQ, что вы используете совместно с ним для эффективного обмена? Какие-нибудь расширения, библиотеки, подходы, структуры, стили? Немного упустил вопрос, а можешь повторить, пожалуйста? Да. Помимо самого RabbitMQ, что вы используете совместно с ним для эффективного обмена? Какие-нибудь расширения, библиотеки, подходы и архитектурные стили? Да. Мы используем RabbitMQ в качестве транспорта локально и используем Azure Service Bus в качестве нашей продакшн-шины, потому что мы работаем в Azure. Используем также мы стороннюю библиотеку, в том числе Rebus. До этого мы работали с EasyNetQ, ну, скажем тогда, в других компаниях. Писали какие-то даже в том числе свои обертки, просто чтобы не писать этот RabbitMQ API. Соответственно, да, обычно мы используем .NET API, просто чтобы получать простой синтаксис и чтобы получать какие-то плюшки из коробки. Я бы очень сильно рекомендовал посмотреть в сторону Azure Service Bus, в том числе Rebus был построен не вокруг, но на основе Azure Service Bus. Это очень такой полноценный фреймворк, очень много паттернов из коробки, очень простой механизм создания сообщений, используя аннотации в чисто виде интерфейсов, очень простой механизм создания хендлеров, то есть вы просто, грубо говоря, реализуете интерфейс iHandlesMessage и пишете логику обработки. Очень простой, интуитивно, понятный. Для этого мы используем .NET API. Используем Outlooks Pattern, чтобы определенные транзакционные вещи, ну, то есть чтобы атомарно положить данные и отправить дальше сообщения, мы используем Outlooks Pattern. Ну, и мы стараемся отдельно использовать контракты, то есть мы стараемся сдержать сборку с контрактами отдельно, а не как часть какого-то приложения, просто чтобы удобно ее можно было обновлять и забирать на стороне паблишера, на стороне конзимера. Я думаю, что это достаточно простые и распространенные подходы, то есть здесь ничего нового. Какие механизмы у Рэббита для обеспечения отказоустойчивости? Кластеризация, персистенс? У Рэббита есть возможности для кластеризации, причем относительно недавно. У них была проблема с тем, что больше трех нот были проблемы, сейчас они их пытаются решать. Есть такая компания Cloud MQP, которая как раз продает Рэббит в кластере, можно сказать. То есть они берут на себя полностью всю работу по обеспечению этой кластера. Также в Рэббит МQ появился такой подход, как Mirror Queue, который как раз позволяет зеркалировать эти очереди. Ну, я думаю, что можно почитать документацию. Какие-то еще есть вещи, связанные с кластеризацией. Есть целая инструкция, как настроить кластер. То есть там прям большая документация, очень большая. Можно по ней пройти и по ней можно все сделать. Я никогда не делал. Я надеюсь, что никогда не придется, потому что это емкая, сложная работа достаточно. Требует определенных знаний. Я думаю, что они в том числе выходят за пределы. Ну, то есть software-инженер не всегда сможет сделать эту работу, на мой взгляд. К счастью, есть облака, которые мы можем использовать, сервисы, которые все это тебе уже дается. Зато была бы отличная тема для Backflow. Да, отлично. Может быть, все равно. Как бороться с зацикливанием при обработке сообщений? Как это можно детектить? Что делать, если цикл проходит через несколько микросервисов? Зацикливание, я так понимаю, это когда мы делаем несколько раз retry. Retry как раз, да, есть счетчик, counter, который говорит, что это сообщение должно быть помещено обратно в Q 5 раз, 10 раз, может быть, 15. Также можно задать интервал. То есть у RevitMQ есть вагина, который задает интервал, у IncernusBus, Rebus есть тоже функции, которые позволяют интервал задать. Чтобы не мгновенно его, соответственно, класть в очередь. Потому что в этом случае как раз получится зацикливание. Вы не обработали сообщение, снова прочитали, не обработали, снова прочитали, не обработали. С интервалом, скорее всего, эта проблема будет менее актуальна. Это что касается зацикливания. А вторая часть вопроса… Как это можно детектить? Да. Мне кажется, знаешь, что зацикливание имеется в виду все-таки немножко другое. Когда у тебя один сервис бросает сообщение, на это сообщение реагирует второй сервис, второй сервис бросает сообщение, и на это сообщение реагирует первый сервис. И они друг к другу начинают бросать сообщение, и получается вот такой вот цикл. Не знаю, плохо спроектированы контракты, ошибка разработки. Может быть, не там конфиг прописали, не тот connection string ставили. Да, основная проблема, это был мой вопрос, основная проблема в том, что, допустим, если по какой-то причине у тебя это произошло, и у тебя есть сообщение, которое просто гуляет по кругу, и его просто все футболят, как его выдернуть из Рэббита, как остановить этот бесконечный круг, и как его найти вообще, что он есть. Ведь мы же можем месяцами смотреть на Рэббит, и вот эти сообщения там где-то будут с таймаутами прыгать туда-сюда, ходить, обрабатываться потихонечку. И мы даже не заметим, что они есть. Да, это, скорее всего, будут даже два сообщения, и они, скорее всего, даже никогда не будут в Dead Letter Queue, потому что они вполне валидные. То есть если эти сообщения не делают никакую логику, а просто, не знаю, гоняются друг к другу, отправь имейл, отправь имейл, отправь имейл, то мы просто будем бесконечно получать имейл. До тех пор, пока, видимо, этот мой сервис не вырубим. Бесконечный имейл, это звучит ужасно, да? Да, ну-ка, сфам-машина будет. Я думаю, что в этом случае, как это можно задетектить? Ну, можно, наверное, с точки зрения месседж-каунта, я думаю, что не будет проблем, потому что оно будет постоянно обрабатываться, будут изыматься и заново обрабатываться, то есть мы не изобьем Queue, оно будет обрабатываться. Только если какие-то мы увидим последствия от этого, то есть мы увидим, что, ну, условно, у нас, да, там много имейлов пришло, например. Или, например, мы увидим, посмотрим на график с Queue, увидим, что у нас просто постоянно одно и то же сообщение, вот так вот ходит такой зубастый график, например, да? Ну, ты же не знаешь, это одно и то же ходит, или просто разные приходят, и, в принципе, это нормальная работа с сервисом получается. Да, да, конечно. Но я бы все равно, если объявил какую-то аномалию в виде, например, вот такого вот количества сообщений в Queue, например, ну, у нас примерно одна нагрузка, но потом вот начинает скакать, просто потому что одно и то же сообщение туда-сюда ходит. Сможет какие-то аномалии на вот этих мониторах смотреть, то есть месседж-каунт, ну, и, соответственно, смотреть, какие проблемы они привнесли на уровне именно работы, которую они делают. Ну, это классный вопрос. Мне тоже интересно, я буду сейчас смотреть, как это можно сделать, потому что интересно. Я детектирую чисто по логам, честно говоря. То есть в моей практике такое было, я как бы сам случайно такие сообщения генерировал, правда, не на бою, но на тестовых средах, и я даже не сразу понял, что произошло. Я просто увидел, что логи растут, все хорошо, но ничего не происходит, да? То есть оно не останавливается, обработка продолжает двигаться, и оно как бы вроде действительно для системы валидная, но просто такая бизнес-логика. То есть это, на самом деле, был просто баг, да, но система никак себя не выдавала, потому что я там красиво подстраховался тайм-аутами, я красиво подстраховался всякими хитрыми стратегиями ретраев, там всякие там степени двойки и так далее, и просто было этого не видно. А оно реально гуляло, и оно гуляло там несколько дней. Так как ты его распознал, что это именно плохое сообщение, рекурсивное, а не обычное? Просто я увидел в логах, что куча-куча, ну, в досредах, там, допустим, были у меня включены дебаги-логи, я бы увидел, что много-много обработок, но они... и случайно заметил, что это одно и то же. Там не должно было много быть объектов, вот, и мне просто повезло. То есть если бы у меня было большое количество данных, или у меня реально таких сообщений было бы много, и большая часть из них была бы нормальная, я бы, скорее всего, не заметил. И нагрузка была бы постоянная. То есть оно бы просто там бегало туда-сюда, оно бы было просто неправильно сформировано. Да, тебе повезло, что других просто не было нормальных рабочих сообщений. Да, да, то есть я заметил это в тишине, грубо говоря. Представьте, отличная реклама, вот это как раз reliability брокера. Работать надежно, без сбоя. Даже с ошибками, да. Надежно держат ошибки ваши ошибочные сообщения. Это, в принципе, можно рассматривать как обычную рекурсию в dotnet методах, когда метод там вызывает косвенно как-то сам себя. Такая же точная рекурсия. Может быть, если у вас есть Trace ID, то точно так же по мониторингу и по логам можно собрать, сколько хопов прошел этот Trace ID. Если там больше какого-то разумного количества, там больше 255 сервисов, то значит, встречается этот Trace ID больше, чем 255 раз в различных сервисах. Значит, он зациклился. Ну, как с обычной рекурсией борются. Если мы вошли в один и тот же метод 10 раз, то, скорее всего, это рекурсия. Вот, кстати, правда. После этого, через полгода, я как раз внедрял Егеря с Trace ID, и я потом видел такие штуки в Егере. Это такие бесконечные деревья из сообщений. Ну, там это действительно видно. Но на бою, наверное, это будет трудно детектировать, потому что, наверное, на бою Trace ID таких богатых не будет. То есть, там, скорее всего, порезанные они будут сильно. Ну, тебе же не нужно глазами это детектировать. Это же обычный граф. Наверняка у Егеря есть какие-нибудь плагины, которые сами его детектируют, как только он к тебе приходит на запись даже. Интересно. Спасибо. Так, пойдем дальше. Как тестировать консюмеров? Можно ли как-то замокать Rabbit? Да. Можно использовать InMemory Queue, которая предоставляет API, DNS, RSBus, Veribus, ну, чтобы не иметь реальный сервис. Соответственно, вы будете работать с InMemory Брокером. Ну, и в конце концов, да, можно работать, если вы используете какой-то сервис, например, какую-то имплементацию интерфейс, то вы можете использовать точно такой же МОК, который вернет вам сообщение с помощью, я забыл, как называется, библиотечка. Для МОКов. InSubstitute, да. Обычно InSubstitute, обычно сервис будет возвращать то, что нужно. Это точно такой же подход, как и с любыми другими сервисами. Как Exchange хранит сообщение? Это распределенное хранилище с репликами и шардами? В общем, получается, да, брокер хранит сообщение, хранит их перезистентно, хранит их на диске. Соответственно, да, если есть у нас кластеризация на Revit, или, например, в Azure Service Bus, он действительно это все хранит распределенно, хранит, соответственно, на разных репликах. Я не знаю, как работает Revit Mirror Queues. Это относительно новый механизм, который как раз решает схожие вопросы. Можно будет это тоже углубиться, почитать. Но в целом, это точно так же, как и другие системы, которые хранят что-то перезистентное. Есть ли опыт применения Revit MQ для синхронизации данных между BD, а не для взаимодействия между сервисами? В чем отличие при таковом применении? Да, есть такой опыт. Это как раз то, о чем мы немного говорили. Когда у вас есть дупликация данных между сервисами, ну, как раз у вас микросервис, вы не используете API, чтобы демоны данные, чтобы агрегировать, вы просто имеете у себя денормализацию, например, храните данные про юзера, там его пол, имя, вес, неважно. Соответственно, вы храните свои базы данных. Это просто данные для того, чтобы их читать. Как только в Source of True, то есть в сервисе, который занимается именно юзерами, происходит изменение, он бросает event, вы на этот event подписаны, вы читаете изменения, вы обновляете свою базу данных. То есть это происходит именно на уровне чтения ивента, хендлинга и обновления. Я хотел уточнить, мне вопрос показался, сначала немножко непонятным, и поэтому я автора его, ну, как бы, подергал. И он в основном имел в виду как раз не, что мы сами напишем какой-то код, напишем сервис, и он, типа, там, два сервиса, там, примут сообщение, все там засинхронизирует. Вопрос был скорее про какие-то готовые решения, может быть, прям плагин для SQL какой-нибудь, или, там, я не знаю, там, из пакета что-нибудь готовое, там, для MS SQL. Ну, в общем, какие-то готовые инструменты, чтобы, грубо говоря, там, в базе данных, там, плагин поставил, галочку поставил, что надо вот такую, там, коллекцию, все изменения пулить куда-нибудь. И что-то такое имелось в виду. А, да, я понял. Я таких пакетов решений не знаю, и я буду очень рад, если такие решения есть. Я буду очень рад, если кто-то знает, скинет в Instagram, расшарит информацию. Я думал, что это было бы здорово. То, что я бы с удовольствием применял, как раз, чтобы обеспечить некую консистентность данных между базами данных. Присылайте сыночки, будем читать. Где физически располагается очередь RabbitMQ? В случае персистентной очереди. Может быть, прослушал, какие виды персистентства доступны? В случае применения Azure Service Bus поверх HTTP, цена отправки сообщения, которая представлена одной строкой в C Sharp, в реальности HTTP вызов с соответствующей скоростью. Network Latency, CrossDC Call и так далее. Я не понял, это вопрос или комментарий, что это так. Давай с первого начнем. Где физически располагается очередь RabbitMQ? Также они хранятся персистентно, грубо говоря, на диске, некий объект. Если вы перестартуете брокер, то он восстанавливает все данные, восстанавливает Q, соответственно, вы можете с ней работать. Если вы храните ее не персистентно, она хранится и в памяти, как только брокер рестартует, соответственно, эта очередь пропадает. Ну и, соответственно, в зависимости от конфигурации эта Q может пропасть, как только отсоединился последний консюмер, если это авто удалит. Если нет, тогда она персистентно ждет, пока ее явно не убьют. То есть вот в Management UI у меня несколько очередей, которые ждут своей участи и не умирают. В том числе сегодняшнего демо, в том числе и до этого какие-то очереди есть. Вот они все здесь. И это раненки, и это айдол, и красайдов, это те, которые персистентно лежат и ничего не делают. Какие персистенции доступны? Есть там какие-то разницы? Я не видел разницы, я видел только параметр, что либо персистентно, либо нет. То есть durable. Либо durable, true, либо нет. Соответственно, да, еще просто есть на уровне сообщения, персистентно или нет. Вы можете сделать персистентно очередь, вы можете сделать персистентно в том числе сообщения. Чтобы получить полную дюрабилу, эти оба параметра должны быть первым. Если снять на очередь, то есть снять на сообщение. А уровни изоляции, что-то типа, наверное, это аналоги с SIG, что-то еще. Ну, вот я такого не видел. Давай теперь ко второй части. Скорее всего, это все-таки комментарии практического знания. В случае, например, с ажур-сервисбасом поверх HTTP, цена отправки каждого сообщения, которое представлено на одной строчке в C-Sharp, это реальный HTTP вызов. Почему нельзя было просто это сложить в какой-нибудь локальный буфер, потом немножко разгребать батчами? Потому что хочется какой-то гарантии, типа, если ты отправил, значит, она ушла в персистент. Ну, это можно. Можно сделать свое решение. То есть, но, по сути, мы пытаемся переизобрести некую, да, релабилдиструктуру, которая уже есть. Можно сделать свое решение, можно сделать буфер, то есть можно сделать свой сервис, который будет заниматься каким-то менеджментом, различных каскадных вызовов, хранить колы, агрегировать, объединять. Такие паттерны есть, но, опять же, мы делаем часть того, что уже есть в Броке. То есть это просто, чтобы не делать ту работу, которую уже можем получать из коробки. Ладно, поехали дальше. Например, есть задачка... Так, нет, я еще не читал. Например, есть задачка синкать данные между CRM и киклок, идентийти сервер. Когда что-то меняется в BD, CRM, то хотим завести изменения в BD. Это, наверное, к предыдущему вопросу, что синкализация данными между двумя пасками, да? Ну, да, это мы поговорили. Все, пойдем дальше. Ну, у нас же есть контракты для передачи сообщений. Значит, рано или поздно контракты будут меняться. Потребуется версионирование. Интересует, какие подходы используются для решения таких проблем? Да, подходы есть разные. Ну, например, какой подход мы обсуждаем. И какой подход мы до этого имели в других компаниях тоже. Опять же, допустим, вы хотите поменять имя контракта. Ладно, не имя, давайте, мы хотим добавить новое property в контракт. На основании которого... И прибить старое. Добавить новое, прибить старое. Мы не можем сделать это один раз. Мы не можем просто убить старое, добавить новое, потому что, естественно, когда мы опубликуем изменения, старые месседжи упадут, потому что их нельзя будет DC реализовать. Обратно. И с Q на handling. Соответственно, мы добавляем на label property новое, для того, чтобы старые месседжи, когда мы будем обрабатывать, чтобы они все еще были валидны. На label property реализуется в now, все будет хорошо. Соответственно, мы сможем обработать старые сообщения, которые уже есть в Q. Называется термин in-flight, в любом случае, in-flight messages, которые уже в Q мы сможем обработать. При этом, мы внедрили новый контракт с новым property. мы обновили сендера так, чтобы он слал только новые контракты, и мы обновили конзюмера, точнее, хендлер так, чтобы он обрабатывал и новую версию, и старую версию. И сделали deploy. Это первый шаг. Обновили контракт, запабришили. После этого мы убеждаемся, что, грубо говоря, после этого deploy, очередь пустая, соответственно, старые команды обработаны. Мы снова меняем контракт. На этот раз мы убиваем старые property и модифицируем новые. Соответственно, делаем commit. Также меняем конзюмера, который теперь нужно обрабатывать только новые сообщения. Снова делаем deploy. Снова работаем. Соответственно, если мы хотим сделать property теперь не на label, мы опять берем и делаем третий шаг. Мы делаем property not-nullable после того, как у нас очередь опять пустая. Опять делаем deploy. Опять обновляем. То есть это много... Такой структурный шаг. Мы, по крайней мере, делали это так. И, соответственно, подходы к версионированию тоже есть. Некоторые помечают просто контракты с суффиксом v1, v2, v3 для того, чтобы не делать как бы обратный update. Условно, вместо того, чтобы добавлять property в класс, создается просто новый контракт с суффиксом v2, допустим. Он обрабатывается хендлером тоже. Но равне со старым вы делаете deploy. Старая версия обработана в ее вставляйте. А новая это просто новый класс, новый контракт, который работает. Такой подход тоже есть. И он позволяет нам просто, да, не делать лишний deploy потом. Но зато у нас меняется версия суффикса. И, может быть, это не очень не очень круто выглядит. Потому что есть ощущение, что у вас просто несколько контрактов разных версий. Хотя, по факту, это одна и та же команда, просто ее эволюция. Вот я бы сказал так. Так, есть известный факт, что в RabbitMQ не гарантируется очередность отправки. Можно ли как-то утверждать, что очередность можно достичь путем установки prefetch count равно 1 и не запускать competing consumers? Смотрите, получается, ну, гарантия упорядоченности есть, но на уровне самой Q. То есть, условно, если первый месседж пошел, ну, мы положили первый месседж, потом положили второй месседж, в Q они будут именно в таком порядке лежать. То есть, если у нас один консюмер, он обработает их ровно в таком порядке, один за один. То есть, это FIFO порядок, если не ошибаюсь, термин FIFO. Да, естественно, если мы добавляем второго консюмера, третьего, четвертого, никакой гарантии мы уже здесь не имеем, потому что они могут обработаны быть за разное время в зависимости от нагрузки. У Revit MQ есть плагин, если я не ошибаюсь, месседж хэшинг как-то так он называется. Он как раз позволяет реализовать некую упорядоченность на уровне консюмерс. Мы его не используем, но мы как бы не работаем чисто с Revit. То есть, у нас Revit локально, и же, что у нас в продакшене, нам по целому это не нужно. Такая возможность есть. Что касается Azure, по-моему, там есть работа с упорядоченностями. Касательно Prefetch Count, он на упорядоченность никак не влияет, да, он просто позволяет нам распределить грамотную нагрузку, потому что мы по сути Prefetch Count говорим, сколько сообщений может обработать консюмер за раз, пока он его обрабатывает, все остальные сообщения рассылаются в другие места, в другие свободные консюмеры. То есть, мы просто высвобождаем ресурсы быстрее. Да, все порядок, что это не связано. Как-то так, мне бы ответил. У меня Prefetch Count есть маленький вопросик. Я что-то как-то недавно смотрел документацию и не совсем нашел ответ. Допустим, у меня Prefetch Count, 100. Это означает, что, по сути, я выкачиваю из Revit 100 сообщений за раз своего консюмера, и, допустим, я там в один поток обрабатываю. И у меня, допустим, первое сообщение обработал, и я говорю, ну, типа, оно норм, все с ним хорошо. Я говорю Revit типа, все, можешь его отпускать, все с ним нормально. Мне в этот момент дошлется еще одно сообщение до 100, или в какой момент мне начнутся пополняться мой буфер? Как это, когда это происходит? На основании чтения документации я понял именно так же. То есть, условно, у меня есть 100 сообщений, у меня Prefetch Count стоит 100, все эти 100 сообщений отправляются сразу же одному консюмеру, а все остальные, пускай, допустим, 10, всего, все остальные 9 просто простаивают. То есть, именно так я и понял по документации, что она работает. Я подозреваю, что, может быть, есть какие-то накладные расходы на тот момент, пока мы положим сообщение, да, и в какой-то момент, может быть, мы будем не все 100 положим в 1, а, в 1 положим 90, и какие-то еще по одному уйдут в другие. Просто за счет того, что какое-то время требуется, чтобы это все положить. Но в документации на этот вопрос я тоже ответа не находил. То есть, это исключительно пишется именно так, что если вы не задаете, то все сообщения пойдут консюмеру одному. А вот этот вот тонкий момент, что когда мы говорим, что сообщение обработано, и у нас получается теперь в буфере 99, и есть свободное место для еще одного сообщения, нам оно дошлется или нет? Это, наверное, конечно, и потестить руками можно, но что-то как-то для нее. Да, это тоже хороший вопрос, кстати говоря. Я надеюсь, что нет. Я, честно говоря, надеюсь, что не дошлется. Я надеюсь, что просто, когда мы достигнем ремитов, фейдж-каунт, мы будем распадывать просто следующий консюмер, потому что это логично. Если мы задаем 1, мы послали 1, мы не ждем, пока он освободится, и кладем следующий. То есть, мы заслали 100, все остальные сообщения будем слать другим. Я предполагаю, что это будет работать так. Но, соответственно, если мы освободим сообщение, оно составится 99, и, грубо говоря, будут другие консюмеры тоже заняты, скорее всего, сюда положим 100. Я думаю, что это будет так. Но я тоже думаю, что можно потестить руками. И да, будет здорово, кстати, посмотреть результат. Хорошо, пойдем дальше. Как понять, что мне нужна очередь сообщений? Или наоборот, что мне не подходит очередь? Да, я думаю, что, опять же, зависит от того, какие требования в системе. Если это скорость взаимодействия, я думаю, что очередь сообщений не стоит нужна. Ну, возможно, не нужен брокер, можно использовать брокер или спортер, как раз как с шиной. Нужно понимать, какое количество сервисов планируется, и насколько они друг по другу будут изолированы. Если мы говорим про какую-то жестко связанную доменную логику, я думаю, что нет смысла делить ее на разные сервисы. Она концентрирована вокруг одного домена, я бы сделал это одним сервисом, и всю работу инкапсулированную здесь я бы проводил в рамках этого сервиса. Если у вас появляется какой-то второй сервис, и он просто второй, допустим, который, допустим, какие-то парсит данные, допустим, он берет парсит данные про карты, про какие-то открытые данные, и возвращает его маккет. Я ничего не вижу плохого в том, чтобы сделать, у него HTTP-based интерпет, потому что это просто. Мы сделали запрос, синхронный, дождались ответа, это быстро, мы, соответственно, вернули вопрос. Если предполагается какой-то long-running процесс, то, наверное, имеет смысл подумать в сторону месседжинга, потому что мы оправили месседж, мы запустили какой-то процесс, дальше мы можем просто слушать реплай, который может прийти через минуту, через час, неважно, или мы можем просто полить какой-нибудь, если, например, генерация данных, генерация генерация данных, мы можем просто полить какой-то сторож, поюз, или месседжинга. То есть, да, в зависимости от условий, в зависимости от реплай. А вот как ты смотришь на использование Revit как инструмент для балансировки? Ну, понятно, да, у нас есть два варианта. Мы можем сделать HTTP-сервисы, использовать Load Balancer и размазывать нагрузку с помощью Load Balancer. Или мы берем Revit, накидываем туда в одну очередь сообщение и делаем End Consumer. По сути, результат будет одинаковый, да, у нас там, типа, одну задачу решает набор каких-то сервисов. Вот именно с такой точки зрения Revit ты не рассматриваешь? Да, вполне. То есть, с точки зрения архитектурного подхода Revit, это же не только да, это еще и, ну, как сказать, это другой подход к инкапсуляции логики. То есть, как мы классически привыкли с Web API проектами. У нас есть домены, у нас есть сервисы, у нас есть сервисы, на уровне которых мы делаем какие-то методы, потом взываем их контроллер, например. В случае с шиной, с Revit, сенсоры, у нас вообще не столь важно, мы инкапсулируем эту логику на уровне хендлеров. Мы пишем хендлеры, и это тоже такой элемент структуризации кода. И вполне может быть хорошей альтернативой. Другое дело, что я также бы рассматривал балансировку и load balancing, нагрузку с точки зрения Kubernetes сервиса, потому как мы без проблем можем в облаке Kubernetes, мы можем наращивать количество инстанций. и если мы уже имеем дело с WebAPI проектом, мы вполне можем, и нам нужно просто нарастить нагрузку, мы можем просто нарастить количество под. Это можно решить и таким способом. Но я вполне допускаю, что это хороший вариант, какие-то, особенно сторонние, сторонние работы, сторонние джоги, независимые, вообще отлично. И точно так же можно, кстати, консюмеров пробовать и на уровне Kubernetes кластера умножить. И, кстати, n-service bus, rebus, они позволяют как раз даже в рамках одного процесса создавать несколько инфляций в хендерах. Он создает в рамках процесса 5 хендеров и одновременно в 5 потоках читать сообщения. То есть даже такая штука есть. Так, вопросы жизненного кейса. Если при publish, subscribe периодически отваливаются консюмеры, подскажите, ли способы мониторинга этой проблемы? Да, я понял. Соответственно, можно настроить некие alerts, если мы работаем, например, сейвинг с бас, мы можем отслеживать, что количество консюмеров падает или не падает. Можно даже писать самые описанные кулызы, которые просто проверяют, используют некий Revit API, Azure Forest Bus API, просто смотрят количество консюмеров, они могут реагировать на уменьшение количества консюмеров. В этом случае они могут стать alert, говорить о том, что слушает, что-то отвалилось. Другое дело, что непонятно, как и должно быть, или же все-таки какая-то проблема, потому как, допустим, открытие вкладки браузера, это уже может быть подписка, а закрытие отписка. Таких ивентов может происходить очень много. поэтому я бы сказал, что можно мониторить кулзами, можно мониторить с помощью Health Check сервиса, но с PubSub мы, по крайней мере, такого не выделяли. Как часто отказывается связь с RapidMQ? Что делать в этом случае, если данные нельзя терять? Локальный дампфайл, вызов через альтернативные каналы, например, сохранение FBD или HTTP вызов? Да, касательно сохранения FBD, есть как раз паттерн, который мы несколько раз сегодня называли Outbox Pattern, как раз, когда нам нужно, суть в том, что мы просто кладем данные в базу, и нам нужно еще после этого отправить какой-то месседж. И мы этот месседж тоже кладем в базу, а потом кто-то этот месседж читает, это некая транзакционность, и в этом случае месседж у нас хорошее в базе данных, если что-то пойдет не так, мы этот месседж все еще прочитаем, а если что-то пошло хорошо, мы просто удалим его потом. Касательно коннекшенов, тоже из реальной жизни опыт, мы, когда первый раз работали с Revit, это было достаточно давно, мы использовали его поверх Windows сервера, и мы неоднократно сталкивались с проблемой, что именно на Windows сервере у нас ломается connection, у нас просто какое-то происходит даже не limit connection, просто в какой-то момент консюмеры перестают подключаться, существующая работа новая не подключается, и ресерчер выяснилось, что это просто проблема именно на Windows, Revit и на Windows, соответственно, мы просто решили, что лучше подвековать его на Linux, ну то есть использовать Windows серверс, Revit, это еще было в докладные времена, другие были возможности, что касается опять же надежности данных, если они уже в брокере, если они уже персистентны, они будут останутся, конечно, если у вас произойдет какой-то дизастр, сгорят там RAID массивы, диски, естественно, ничего не восстановится, но это проблема не только Revit, это проблема в целом всего, если же у вас сообщения уже в структуре брокера, они отмечены как knowledge для паблишера, они лежат на диске, значит, они уже не повторяются. Есть подход, один процесс, Worker, всегда слушает только одну очередь, это скорее паттерн или анти-паттерн? Я запутаюсь понять, вообще, физически на уровне брокера, когда есть некие конзюмеры, ему всегда соответствует одна Q. Соответственно, в случае с Pubsub, например, как это работает в Revit, просто есть три конзюмера, которые должны получить сообщение, и у них у всех своя, но чаще всего временно инфлайт созданная Q, и в эти Q кладется одно и то же сообщение, соответственно, из этих Q сообщение читают, это именно по одному конзюмеру, и это в целом, я бы сказал, стандартный кейс, но если мы хотим организовать load balancing, мы можем сделать так, что несколько конзюмеров будет читать одну и ту же Q, когда у нас очень много сообщений, и мы не хотим ждать, мы хотим просто обрабатывать их параллельно тремя, четырьмя, пяти конзюмеров, это паттерн называется competing consumers, как раз это то, что мы чуть ранее обсуждали, вот Роман рассказывал про вариант сбалансировки, это как раз возможно в этом случае, поэтому я бы не сказал, что это антипаттерн, я бы сказал, что это, наверное, стандартный кейс, как работает consumer skill, как решается вопрос с моделями в сообщениях, где хранить классы, в копии на обоих концах, общий Nougat пакет или как? Я предпочитаю хранить их как отдельную сборку, и это, в принципе, распространенная практика, то есть есть отдельный пакет, например, events, это просто набор дитива, набор моделей, которые используются в приложении, которое публикует event, и в приложении, которое их и слушает. В качестве, да, ну и, соответственно, мы их публикуем в Nougat, если нужно обновлять, мы обновляем этот пакет, мы забираем изменения, мне кажется, это логично, потому что, опять же, у нас есть один источник правды, если мы храним копии, не совсем понятно, как нам эти копии одновременно релизить, то есть нам нужно как-то одновременно умудриться их запаблишить, чтобы они еще работали. Я предозреваю, что есть, возможно, какой-то подход, когда вы используете какой-то generic DTO, который, например, есть ID и просто details, бесконечных строках, которые вы можете все резервировать во что угодно, в этом случае вам даже и контракт обновлять не надо, вы можете гонять данные как угодно, просто ID и details. Ну, да, для нас Nougat пакет с контрактами отдельно сборка это предпочтительнее, мы можем эту сборку забрать там, где нужно, более того, если появляется какая-то третья система или четвертая система, которая тоже должна слушать вашей event, она может просто Держись, выходим на финишную прямую, чуть-чуть осталось. Как обрабатывать более сложные типы ошибок при MessageBase и стоит ли вообще такое делать? Допустим, у нас есть микросервис осуществления покупок и микросервис пользователей. Сервис покупок должен регистрировать нового пользователя при осуществлении покупок и шлет месседж к сервису пользователей. Допустим, паблишер выслал какие-то некорректные параметры, и на сервисе пользователей не может пройти регистрация с такими параметрами. Как нам в MessageBase узнать, что первый сервис должен изменить параметры отправки? Я так понимаю, что для таких кейсов MessageBase не очень применим и стоит использовать RPC, HTTP, либо все же мы можем как-то работать в MessageBase с такими кейсами. Ну да, соответственно, если вдруг данные в контракте некорректны, ему возникает какая-то ошибка на уровне юзер-сервиса, мы, скорее всего, MessageBase рано или поздно обнаружим DeadLadderQ, потому что нет шансов, что он будет успешно обработан. Соответственно, подход такой, что мы можем добавить консюмера, это может быть отдельное приложение, которое читает DeadLadderQ, и оно может просто взять и трансформировать это сообщение в правильное, с правильными данными, если мы знаем на основании чего это. Может быть, у нас там ошибка какая-то тривиальная, у нас в пропертии содержит какой-то некорректный номер, и мы знаем, что он может быть точно другой. Просто мы поменяли данные, поменяли интерпретацию данных, нам нужно просто обновить. Мы можем это сообщение просто-напросто трансформировать, положить обратно в Q, и теперь оно будет успешно обработано. Касательно RPC, вполне возможно, это нужно сделать с помощью RPC. Можно сделать на уровне HTTP тоже. Это зависит от того, насколько это критично, насколько мы вообще готовы обрабатывать. Но я на самом деле не вижу ничего плохого в том, чтобы сделать это на месседжинге. Опять же, это ивэшн посетительный подход. Здесь не очень удобно только то, что мы еще юзеру не будем сказать. Словно, с HTTP можно сказать, что данные некорректны, юзер подкорректируют что-то или просто что-то, что не так. В случае с месседжингом мы так не сделаем. Но мы должны достигнуть того, что рано или поздно данные будут подсесняты. Поэтому, да, Dead Letter Queue, обработка сообщения, это выход. У меня в практике был случай, когда мы на уровне Рэббита делали по сути синхронные запросы. То есть у тебя две очереди. Ты в одну отправляешь по сути команду с сообщением каким-то, и тут же ждешь в соседнюю очередь ответ, что там все нормально прошло. Ну, короче, ОК-200 ждешь только в другую очередь. И для, ну, и специальные API-обертки над этим делом. И ты, получается, ну, по сути, работаешь как будто с HTTP-сервисом и видишь результат сразу. И пользователю можешь, соответственно, показать этот результат. Но в целом это работает, но проблем и вот в этом подходе очень много. Их значительно больше, чем бенефитов, честно говоря. То есть мне кажется, для таких задач лучше уж просто действительно HTTP-сервис нормально использовать и по-человечески там что-то реализовывать. Как раз там мы пытались балансировать за счет Рэббита, но в конце концов пришли, что если у тебя нужен реально запрос и реальный ответ, то лучше использовать другие технологии. Да, конечно. Вообще ничего плохого в том, чтобы использовать HTTP-сервис. Я думаю, что это отличная технология, которая подходит под задачи. И более того, мы в целом знаем с этим работать. Я думаю, большинство с этим работает, большинство привычно на эту механику. Еще гораздо проще дебажить в этом случае, потому что дебажить в месседжбейсе сложно, а в случае с HTTP-сервис вы поставите breakpoint, проходите в s-flow, и это вообще круто. Есть преимущества этого подхода, да. Я согласен. Вот такой еще вопрос. В каких структурах отправляете более сложные типы сообщений? Portbuff, JSON, что-то еще? Да, на самом деле ничего такого особенного я не припомню. У нас достаточно стандартные DTO-шки с ограниченным набором полей. Они просто сериализуются, гоняются в Revit, сериализуются обратно. То есть какую-то конфигурацию именно самого формата обмена сообщениями мы не меняем. то есть используем стандартные механизмы. Ну, Revit бинарный протокол, так что, скорее всего, на уровне Revit это в любом случае все в binary формации. Если различия в Revit Enqueue между Error Queue сообщение не обработано в силу нарушения бизнес-правил и тому подобное и Dead Letter Queue сообщение не может быть обработано, так как нет обработчика, невозможна десериализация и тому подобное. Да, получается, если нет обработчика, это сообщение может быть рассмотрено как Unwroteable или Unmapped и мы об этом узнаем еще в момент, когда паблишер кладет его, то есть паблишер кладет месседж в брокер, брокер пытается понять, есть ли хотя бы одна Queue, которая подходит по маппингу, по routing key, если нет, тогда это сообщение просто-напросто не добавляется в брокер. можно сделать alternate queue, то есть объявить альтернативную queue, куда будет попадать Unwroteable Message. То есть это точно такая же queue, где вы храните сообщения, которые по какой-то причине не были замаплены, и вы точно так же можете ее читать. Касательно, есть ли разница между сообщениями, которые не обработаны, на самом деле, если сообщение по какой-то причине не было обработано хендлером, мы пытаемся либо обработать его еще раз, либо в какой-то момент оно становится deadletter или poison-месседж. То есть считается, что его нельзя обработать. В этом случае оно идет в deadletter queue. В принципе, и все. И точно так же будет с месседжем, если он вдруг пытается добавить в queue, которая уже переполнена, или если этот месседж слишком долго живет в queue, нет конзюмеров, и он умер по tightleaf. Они тоже все идет deadletter queue. Ну и, конечно, да, конечно, вы можете явно сконфигурировать, в какую deadletter queue он пойдет. То есть не обязательно все в одну складывать. Вы можете настроить это. Опять же, вот в примере у нас есть такой заголовок как deadletter exchange, где передается deadletter exchange. Это, собственно, та exchange, куда будут сообщения пересылаться, и потом эту exchange можно бандить с любой, как вы захотите. Соответственно, вы можете сделать deadletter exchange 2, 3, маппить их со своими queues, и они будут распространяться куда-нибудь. Давай дальше. Знаешь ли ты какие-нибудь инструменты для ручного тестирования, создания и отправки месседжей? Что бы это мог сделать, например, даже QA? Желательно с каким-нибудь UI? Да, я понял вопрос. На самом деле это можно сделать и вровид.mq, то есть мы можем взять какую-то очередь, и мы можем сюда запубликовать сообщения руками. Можно передать headers, можно передать pilot, то есть непосредственно нагрузку. Это можно сделать из UI. Другое дело, что насколько это удобно, я бы не хотел сделать так. Мне кажется, это не очень удобно. И, соответственно, руками мы обычно тестируем либо руками, либо пишем n-to-n-тесты, которые работают непосредственно в интерфейсе. То есть мы обычно тестируем сам продукт, сам сервис через UI, выполняем некую функцию, которая должна сгенерировать сообщение. Так, чтобы прям слать сообщение извне, чтобы тестировать сервисы, такое мы можем делать на уровне integration tests. Но, опять же, можно сделать какую-то тулу, которая это делает. Мы обычно делаем это с помощью n-to-n-test. И руками не приходилось делать. И это, кстати, очень радует, потому что я, мне кажется, сложно. Ну, да-да, у тебя там может поле добавиться, контракт поменяться, откуда бедный Кирид должен это все знать. Что-то вбивать и в каком формате. Ну, и сообразие модели может быть просто бесконечно. объекты с тысячей полей. Удачи!